Привет, дорогие друзья, в эфире снова Игромания, с вами я, Артаваст Марадян, и мы сегодня опять играем в панзар, продолжаем эту прекрасную эпопею. У меня в гостях прекрасные люди, Кирилл Климчук, Климчуков, господи, да, прости, пожалуйста, все, я уже, у меня просто немножко... Ой, ты сам себя транслируешь, кстати, Арик. В смысле? Запись у кого-то. Дим, может, у тебя? У меня звук выключен, я вот так сделаю. Ты уверен, что это не у тебя? Это у тебя, похоже. У меня старт-вотчинг стоит, но... А ты выключи звук. А, отлично, ребят, извините, я такой-то нищий, прошу прощения. Да, так вот, и вот, собственно, наши подписчики пишут и мужчины с приятным голосом. Да, это Кирилл Климчуков, прости, что я ошибся. Тебе можно все. Да, хорошо. А ей тоже можно все, потому что... Это первый человек... Кстати, Дим, слышишь, у меня есть поклонница. Я в шоке вообще. Да, есть ли у тебя поклонница, начнем с этого. Нет, у меня только толпы. Только поклонники. Толпы хейтеров, да. Хейтеров, да, вот их очень много. Да, ну сейчас мы прибавим поклонников Диме. Кирилл, да, это главный стример всея Руси по Панзару. Я же правильно все говорю? Да, совершенно. Всея мира. Нет, ну у меня есть, конечно, техническая работа в Панзаре, но... Да забей. Она не важна абсолютно, конечно. Главное, что мы стримим. Да, да, да. Все верно. Вот. И второй наш гость, можно сказать, не можно, а нужно сказать, отец-основатель. Мне нравится, как звучит это. Отец-основатель. Дмитрий Морозов, один из отцов игры и технический директор. Дима, скажи пару слов. А я уже говорил, и не одно слово. Всем привет. Не, ну то это был дебош какой-то. Вот. Да, вот. Сегодня мы будем... Просто зяба. В прошлый раз с нами был один из лучших игроков, топовых игроков Панзара. После этого, мне кажется, он с нами больше не общается. Ну вот он сейчас пришел, пожал мне руку и как раз... И сказал, да, счастливы, ребят. Счастливы, ребят. Вот. Вот. Собственно, я даже не знаю, что еще сказать. Вот пишут... Да ничего не надо, мне кажется, нужно играть уже. Да. А я что, ребят? А я, собственно... Пишут, привет, Кирилл, привет, Ориор. Вот так вот даже. А при прожимайте, ребят, готов. Ой, все, запьякай мне руку, пожалуй, ушел. Так, я прожал, готов. Сейчас я еще кое-что прожму, и вообще будет все великолепно. Арика, смотри, сейчас придется делать гораздо больше, чем в том, что раз. Почему? Я не рассчитывал. У нас нет забияки на это. Да, звезд киберспорта с нами не будет сегодня. Я потому что тоже игрок так себе. Смотри, пишет ОМГ, а в эту игру еще кто-то играет. На самом деле, вот как там, саймиш, сырмиш, в общем... Кирмиш. Да, чувак, ты, конечно, совершенно прав, в нее еще играем мы втроем. Да-да-да, последний оплот панзара на планете. Наш стрим. Не, ну ты можешь пару слов сказать, не все же, даже я тебе скажу, что тебе придется повторить еще пару раз эти пару слов. Ну, про Китай, там, пару слов, там, напомнить, что... Не все же, мы же не сериал, нас же не смотрят, как каждую серию, знаешь, с трепетом. Не, кто-то, конечно, ждет, кому-то, кто-то прям... Но многие приходят в первый раз, такие, опа, что это, панзар, игромания, еще... Понимаешь, приходят люди и спрашивают, о боже, это что, игромания, вы еще существуете? Поэтому, да. Парни, мы существуем. Игромания есть, панзар еще есть. Да-да-да. Да, и больше скажу, огромное спасибо игромании за то, что она вот так вот пригласила нас на стримчик. Ой, да ладно, перестань. Да, ой, ну правда, ну очень приятно. Мне написали, 2Kill Real, смотри, это лучшая игра, в которую я играл. Да. Спасибо тебе большое. Я тоже тронусь. Это лучшая игра, которую я когда-либо делал. Скажешь, что я делал много игр, но... Вот хороший комментарий, вам понравится. Вайн вайном, но игра стоящая. Вот ты знаешь, побольше бы таких людей, как сказать, даже не знаю, как сказать, ну, внудренных, что ли, геймерским опытом. Мотивирующих на работу. Да-да-да. Да, кстати, да, мотивация очень важна, потому что когда пишут, вот мы запустили, когда... Что-то нас нет, они хотят. Мы слишком крутые. Да, мы слишком крутые. Ну, ничего, пообщаемся, пока люди подтянутся как раз. Когда мы запустили утреннюю нашу передачу с Захаром, мы такие... Ну, мы не знали, что получится. То есть я, конечно, знал, что все будет великолепно, но были некие опасения. Мы когда запустили, мы по утрам шоу просто ведем утреннее, ну, новости обсуждаем каждое утро по будням. И мы такие, блин, что же будет, что же будет, запустили. И очень много на протяжении всего времени, особенно в первое время, приходило хороших отзывов на почту, там, комментарии. Мы читали, и прямо очень сильно мотивировало на дальнейшую работу. Вот, очень было приятно. И да, это очень важно, друзья. Писать, ну, не просто писать, что молодцы, круто, это, конечно, приятно. Но когда пишут какую-то конкретную именно, вот, критику или что-то, вот, ну, очень хорошо, как сказать, подбадривает, вот. Это, это прекрасно. Особенно классно, когда действительно критика хорошо сформулирована, вот, изложена, потому что, к сожалению, в последнее время такая редкость большая бывает. У Димы это отдельная боль. Да, у меня эта боль прям такая, это мне это за живое сейчас задело. Я пытаюсь вспомнить, когда в последний раз такой хороший прям вот коммент с критикой вот видел. Вот кто-то пишет, игра хорошая, благодаря стримам по панзар снова захотелось вернуться в игру. О, спасибо. Дим, слушай, вот хотя бы кусочек моего труда, хотя бы окупился, один человек захотелось. Мед разливается по внутренностям, да? Слушай, правда, я не могу, мои вены просто, они уже больше не нужны, потому что просто мед течет, просто потел. Да. Тем временем мы ждем. Может перезапустить он или это… Нет, я просто смотрю час очередь, я вижу, что сейчас все в игре торчат. А, ты подглядываешь, ты же технический директор. Нет, у меня тоже есть такая штука. Я даже тебе больше скажу, что в ожидании игры стоит 83 человека. Все остальные либо играют, либо… У меня уже 95. Все хотят наказать нас. Мне кажется, те, кто на стриме, тоже хотят нас наказать. Ну, в общем, всем привет, ты только что включился. А, вот вижу, что вывалили сейчас, ну, уже закончился чей-то бой, я думаю, скоро мы отправимся. Да, ну, может, как отец-основатель Димы расскажешь какую-нибудь историю про трудности, как сказать, становления Панзара как игры? Ну, на самом деле, история-то не мудрёная. Если есть, конечно. Ну, конечно, история, я думаю, у каждого есть история, вот, как делалась игра, и слава богу, что это была такая история, которая, знаешь, не как обычно, типа пришел откуда-то сверху заказ, типа так, чуваки, надо сделать там новому RPG-ку, который всех убьет. А, собственно, Панзар это та игра, которую мы хотели сделать для себя, вот, то, как мы видим, вот, такие бои. Ну, вот, мы в свое время очень любили играть в Team Fortress, плюс нам нравилась фэнтези, и мы такие, блин, вот, как бы чем-то такое же. Влияние Team Fortress, скажу, как человек, который наиграл сотни часов в Team Fortress, влияние Team Fortress прям чувствуется очень так. Ну, мы все очень любим эту игру, кто у истоков стоял. Это как похвала, ну, то есть, это не, как сказать, ну, надо воспринять в хорошем смысле, потому что, вот, я, извините, что прервал, да, я просто Кириллу говорил в прошлый раз, что очень похоже на какую-то смесь Team Fortress и Warhammer, а именно, даже не Warhammer, а есть такая игра, пошаговая, пошаговый этот, как его, американский футбол, который, я все время забываю, как он называется. Blood Blow, да, Blood Ball, да, вот, вот смесь Blood Ball, именно по юмору, по стилистике и Team Fortress, извини, что прервал. А, да, собственно, рассказ-то на этом уже и заканчивался, потом уже пошло, пошло несколько лет таких трудов, просто сидели, не оторваясь от монитора, делали, 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 переделывали по много раз, потому что игра, наверное, раза два-три переделывалась, прежде чем вообще дошла до пользователей, вот, и мы уже, когда запустили ее, тоже еще, наверное, раза два так крупно переделывали, недавно, как раз, был большой патч, в котором мы сейчас и играем, добавили кучу абилок новых. Тут, кстати, спрашивают, типа, Панзар, это давно Mail.ru, чего вы отнякиваетесь от мыла, ребят, расставлю точки над и. Мы не подписаны с Mail.ru, ну, к сожалению, да, чтобы они вот прям издали нас, знаете, как там Архейдж или как Варфейс. Нет, мы просто торчим у них на 150-м месте в их магазине, то есть, собственно, никаких, ну, тут не более того, поэтому то, что мы там у них в магазине висим, висим, это, к сожалению, для нас не значит, что они нас издают, поэтому, ребят. Ну, видишь, кто-то считает, что это к счастью. Ну, возможно, ребят, возможно, во всем есть плюсы, но, конечно, они очень крутые ребята, и с ними бы, я думаю, нас бы знали все. А так, а нас знает Арик, например, это достаточно. Игромания, готовь пукан. Ой-ой-ой-ой-ой, слышно, пугал. Арик, ты где там? Да, ты должен вот здесь, рядышком быть. Ты должен быть рядом с Димой и всех нагибать. Слушай, рядом с Димой морозит, вот, говорят, ходят слухи. Оттянись назад, оттянись назад. Назад, назад, подходи. Дима сейчас будет опрокидывать всех щитом, а ты будешь всех карать. А ты меня лечи вообще. А я на самом деле не могу, потому что меня этот Инквизитор только что чуть не убил. Ну, ничего, мы его разобрали, все хорошо. Отлично, смотри, у Димы есть обилка, он может класть на... Вот он только что ее скастовал в воздух, но у него получится. Он... Ой-ой, ребят, ребят, морозка. А-а-а, замерз. Не, я ушел. А, подожди, подожди, я спасу тебя. Я ушел, я ушел, все нормально. Так, кого ты бьешь? Бей того, кто бьет меня. О, господи, меня убили. Так, Арик остался единственный, кто там живет, да? Я жив. Хотя я ничего не сделал полезного за все это время, но зато я жив. Зато у нас есть телепорт, и у нас отобрали точку, и мы проигрываем очки. Вообще жить в нашей игре это одно из самых важных. Да, у нас в принципе нужно жить. Вот тут спрашивают, запись будет? Я думаю, запись будет на официальном канале Игромании. Да, будет. У нас специальный канал есть для стримов. Вот туда я выложу и первый стрим, и второй. Извини, Кирилл, я выпью баночку, потому что... Не-не, выпивай, потому что я не оправдываю возложенное на меня высокое доверие. Вот слушай, да, вот сейчас бы персерк, Дим, ты сейчас так здорово опрокинул. Чувака. Слушай, Дим, вот такой вопрос к тебе. А с каких пор у нас на 10 уровне так играть научились-то? А у нас тринки же одни играют. Думаешь? Конечно. А, Рик, посмотри, для тебя специально. Оп, подожди. А, я как-то... О, я замерзли опять. Ты посмотри, что они творят, а? Да, слушай, смотри, тут вообще просто... Десятый уровень, это приблизительно 15 игр с премом, или 40 игр без према. Вот в среднем. То есть эти чуваки сыграли, ну, на самом деле, да, наверное, по 40 игр они сыграли. Смотри, что уже вытворяют. Господи, куда ведет этот телепорт, я не понимаю. В дерево. О, я вижу тебя. А мы без Димы пошли, да? Ой, она сейчас тебя заморозит. Там у меня даже диспейла нет, потому что я не хиллер, а дно-хиллер. Вот, Арик. Отлично. Ну, ладно, задай чат, почитаю. Пишут, Арик, привет, давай тащи. Я стараюсь. Хороший показатель успешной игры, куча твинков на лоу-левелах. Ну, что ты троллишь нас, перестань нас троллить. Ну да. Вы скромная российская компания, представляешь, сами в России сделали игру, ты еще и нас троллишь за это. Спасибо бы сказать, что тут в России у нас вообще производят в последнее время. Ну, как бы это на самом деле не удивительно, если ты не рекламируешь игру. Ну, да, конечно, мы же ее не рекламируем совсем. У тебя и нет новых игроков, откуда они должны появиться. В общем, я пока еще не, как сказать, не размялся. Слышь, они, знаешь, что говорят, они пишут в чат, что им за нас стыдно. Не знаю, может, и чат включить, конечно. Не-не-не, просто я сейчас очень плохо три раза пришел и умер, и меня самому стыдно немножко. Ты знаешь, ты правильно делаешь, что ты бегаешь не с нами, потому что команда для слабаков. Да, да, Стия, ты прав. Блин, нищ. Ладно. Вот он ты, ну отлично, все, пойдем на огнем. А вот я вас вижу. Давай, Дим, подходи, мы ничего, зря красились, что ли, вообще? Так, валю, смотри, оп. Нет, не получилось. Отлично, не получилось. Мы на 10 уровне не можем... Ой, ребят, сейчас будет диспел от мальтийцев просто. Пожалуйста, пожалуйста. А уже не нужен, на меня бросили. Мне сбили диспел песком, нормально вообще? Слушай, надо было идти, Дим, в следующий раз на 5 уровнях пойдем играть. На 10-х уже невозможно. Спрашивают, когда это Панзар стал русской игрой, вот так вот. Здравствуйте, приехали, давай идти начнем с того, когда он был не русской. А пацаны-то и не знали, вот так вот. Ты не в курсе, вообще-то, ребята, Панзар, это русская игра с момента первого эскиза на карандаше. Мне кажется, Дима, как один из двух создателей игры, должен был сейчас сильно обидеться вообще на этот комментарий. Нет, мне кажется, это комплимент наоборот, если люди думали, что это какая-то игра от какой-то студии. Арик, разведись, нас там бьют сзади. А, окей, спасибо. Вас бьют, а меня убьют. Я тоже убили. Ну, я поздно, да, я умер. Ты чувствуешь боль, Арик? Это знаешь почему? Потому что у нас боевой вес вырос с тобой на прошлом стриме из-за того, что мы с Забиякой играли. И нас подкинуло к тем, кто покруче. Так, все, пойдем, пойдем, пойдем. А мы не пойдем в пузелепор? Пойдем, пойдем, пойдем. Иду, иду. Так. Вот, да, за мной. А тут где вообще, ребят? Мы тут слева от платформы. Давайте захватывать. Ваше лево, это не мое лево, это разные вещи. Так, тут есть молот, он нам кучу проблем доставит. Да, я ее смог достать, господи. Или это не я? Да, ты, 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 все, отлично. Слава богу. Да, я ее достал. Да, вначале пушечку, пушечку, давай, я этот щит буду держать. Да. Прикрываю, оп. Что, классно в тиме играть, да, парни? Они? Да, а ты вот, что не приходишь? А я не знаю, где, а вон они вы, все, ребят, бегу, бегу. Поздно. Здорово, а ты уже мертвый, да? Да. Это мое нормальное состояние. Я-то привык на 30-х больше играть, там типа подешевле стоит. Подожди, это наша пушка? Наша. Хорошо. Так, знаешь, Арика надо дождаться. Вон он бежит, Дим, подожди. Вот, Арика. Дим, спустись, давай сейчас Инквизитора в четвером убьем одного. Все-таки мы же нормальный парк. Что мы? Ой-ой-ой. Давай, Арика. О, пойти, получше. Аааа, господи, я замерз. Ты нет, ты не сможешь нас спасти? А Дима спас себя щитом магическим. И Арика тоже спас. Спасать нас. Да ладно. Да. Я сделал просто… О, это был капкан, кстати. Кстати, Арика, если ты сейчас нажмешь на таб, то ты увидишь, насколько мы эффективны. Я не хочу нажимать, я по разу уже нажимал, у меня там типа 13 очков было, и я такой, не-е-е-е. Ну ты на участие… А, нет, набрал. На этих уровнях 27 очков, это нормально. У первого места 272 у нас очка. А у нас с тобой в сумме даже половины от него нет. Да. Так. Я до сих пор на точке, пытаюсь ты что-то сделать. А я веду к тебе Берсерк, у которого 22 хила. Ты благодарен мне? Почему у нас никто не… О, спасибо. Отлично. Так, слушай, Дим, давай выноси, я тебя хиляю. Алик, слушай, мы, короче, захватываем точку. Обрати внимание на бегуночек в центре экрана. Да, я рядом. О, давай. Не-не, помогай разносить этот гномер. Давай-давай-давай. Иди, фигачивай. Вот так? Да-да-да, прям. В лоб био, да, прям. В лоб вообще выноси эти постройки все, не нужны они панзару. Не нужны панзару. Да, эти постройки. О, смотри, сколько он у меня холсов снял. А что это за… У него 24 кила уже. Что это за дрянь была? Почему у нас всех? Это плага. А, плага. Я могу ее… Это чума, ну чума по-русски как бы. Да, я понял. Ну, нужен этот диспел. Поздно. Смотри, я, короче, могу отморозки закрывать нас щитом. Когда она морозит. Можешь, но не делаешь. Ну, просто сейчас, как бы, Арик меня чуть-чуть со спины прижал, и я не смог отойти. Да, это как, знаешь, Арик, я могу хилять вас так, чтобы вы не умирали. Вообще было бы круто. Да, было бы круто. Я же то, что… А, мы вместе, втроемся идем. Что-то у нас нету. Ну, видите, мы, смотри, ты смогли 30 очков. Вот, пипишут. Вот, самое главное, что Арику причиняют боль. Турели очень похожие на колясочников с пулеметами из Бладборна. Вот так вот. Вот, видишь, мы красиво бежим прям. Троица в полосатых купальниках. А самое прекрасное, что если мы соберемся, мы, в принципе, можем… Ты, блин, отлетаешь от этого Берсеркуса. Да, ты представляешь, он прыгает вот с этой штукой, и я… О, смотри, смотри. На кого-то там закинуло тупорылые. Вот так. Видишь, нас уже в чатах апсея вызывают. А знаешь, как хорошо, когда ты… Как хорошо, что у меня чат закрыт, и мне… Ну, это то, что у тебя закрыт, это вообще божественно. Но хорошо еще при этом играть, когда ты можешь, кстати, забанить сразу. О, слушай, точно, я совсем забыл про эту замечательную возможность. Мы этого делать не будем. Пусть играют. Давай, давай, бей, бей, я его закрою от этого. Я замерз. Вы на точке, парни, бегу. Ну да, работаем, работаем. Давай, давай, у меня же КП нет. О, давай, все, отлично, понеслось. Арик, там живой? Да, я тут гоняюсь за женщиной. Ну, слушай, ну, нельзя гоняться за женщинами везде. Пишет, что я загорелся и замерз одновременно. Да, это магия. У нас тоже очень много вопросов от технически грамотных людей. А почему, если на наледь китают Skyfire, она не тает? Потому что это магия. Вот так. Да. Я обычно люблю спрашивать, а вас не смущает, что баба стреляет огненными шарами? Ну, например, да. Из рук, да. Да. Ах, ну не смогли мы. Не смогли? Ну, смогли. Простите, я виноват абсолютно в этой... Ну, это такая разогревочка была. Да, разогревочка была. Я надеюсь, что все фанаты сейчас не плачут в углу. Олег, смотри, у тебя есть такая замечательная способность. Пятка называется. Да, видите, что, Олег, пользуйся пяткой на кнопку 5. Да, да, надо, как сказать, приучить. Я просто запомнил только одну кнопку, control. Что за... Сейчас спрашивают у нас, дорогие разработчики, а что за голубой дым исходит с пуканов-орков? У них всех горят пуканы, когда они выходят из телепорта. Голубой шлейф такой. Прожимайся. Да, 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 я прям оп-оп, все, я готов. Да, я уже все тоже готов, пойду изучать. Я уверен, что там в чате много лесного. Я бы посмотрел на Атлераке, как бы Арик за Бортавара играл. Я ничего не понял, что написано. Было что с Варкрафтом явно связано. Переведи на русский, да. Лица эльфийк — это странное дизайнерское решение. Вы знаете, прикол, мы недавно решили сделать няшек красивых эльфийских. У нас столько народу повылезало из нор, такие, типа, фу, оставьте старые лица, мы хотим на старые лица смотреть. Мы даже не думали, что у нас оказывается столько фанатов старых лиц. Это извечная же драма, что всегда кто-то, ну, то есть, нет единого мнения в комьюнити никогда. А вот знаешь, забавно, просто кажется, что всегда все плохо. Он что-то не сделает, всегда приходит, всегда говорит, что плохо. А на самом деле просто одни люди заменяют других. Потому что обычно высказываются только те, ну, там, в комментариях, не в прямом эфире, а вообще, ну, там, на ютубе или еще где-то. Обычно высказываются те, кому не нравится. Тебе, кому нравится, написать 10, 20, там, 30, 40 комментариев круто, но такого, ну, редко встретишь. А чаще бывает, когда приходят и вот что-то не нравится обязательно. Тут интересный вопрос есть. Расскажите, пожалуйста, про концепцию игры, дорогие гости. Сюжет, особенности геймплея, т.д. В общем, первый раз слышу об этой игре, поясните коротенько. Дим, хорошо, что ты с нами. Да. Давай, Тим. Блин, у меня... Сюжет, в общем-то, он есть, но он никак не связан с тем, что мы сейчас делаем в бою. Потому что игра все-таки, как бы, надо понимать, поскольку я говорил, что она похожа на Team Fortress. Вот, Team Fortress, можно сказать, тоже нет истории. Ну, такой, которая непосредственно связана была с прохождением игры. Вот, то есть это просто замесы различной комбинации, как бы, это вот чистой воды моба-игра. Только моба не в том плане, как мы ее, там, привыкли видеть, в виде, там, доты, там, или League of Legends. Так, сейчас все, я начинаю тупить, потому что у нас тут... Не, не, правильно, правильно. Арик сейчас проигнорировал замороженного человека. Да, да, да. Бей, бей, бей его, бей. А он сейчас тебя ударит. А, вот что, мы успели его развалить. Я украл у вас фраг, да. Диспелл от бога сейчас. Спасибо, спасибо, очень в тему. Давайте, ребята. Давай, бей, 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 вот он лежит. Пацаны, вообще, ребята. Я же с гномом дерусь, гномом. А вот смотри, когда я кого-то валю, забивай прямо на всех и беги, потому что для тебя это халявный фраг. Ага, хорошо, ладно. Это же комб, у нас командная игра. Да, да, точно, точно, точно. А, диспелл от бога будет? А зачем диспелл? Оооо. А, вот же ты. Слушай, там Мариорх просто у меня валялся. Ну, Дима валялся у моих ног, я пытался его вылечить. Я трупом валялся, вообще-то. А, уже трупом разве? Да, смотрите, я закрываю. Это щит. Арик, сзади почти. Помню золотой лиги, да. Отлично. Арик там... Вот еще поскользнулся. Я трагически погиб, да. Давай, давай, давай. В альдах. А, давай по турелечку убьем сейчас. Кстати, танк и хилер занимаются разбитием турели, потому что у нас... Ну нет, все. И в итоге мы ничем тоже не занимаемся. Ариорх на первом месте, я на среднем месте, а Арик на последнем. Мы всю таблицу покрываем турнир. Так, вижу вас, парни, вижу. Смотри, щитом вот идем, идем. Прям вот, может, не бояться, чуть-чуть ничего не бойдет. Хил. Аккуратно отходи, отбегай сразу. Вот видишь морозка, сразу отбегай. Вот видишь, он тебя сейчас щитом закроет, и через него она не сможет морозить. О, полезно, полезно. Диспелл от бога пришел ровно, когда вы отмерзли уже. Ну, потому что... Так, у меня кончилось ману. У тебя есть наману порошок? Есть, конечно. Все, есть. Я включаю его по требованию. Так, ну давай, Арик. Теперь можно подойти к пушке и глупануть ее. С удовольствием. Давай, давай. Только старайся чуть-чуть так... Ой, пропустишь сейчас. Ой, вливаю в тебя, хил. Ой, Арик, закрывай. Закрывай этим щитом. Не-не-не, я там уже все. Я ноги закинул на пушку и лежу. Вот пишу. Мы живы пока еще. Так, ну я, к сожалению, не смог договорить, потому что уже мы начали играть. Да. Так, ну тут прям вообще гномский арт-обстрел. Мне кажется, нужно сзади заходить. Не, ну почему? Боим идти с алба в лоб, а что делать? Куда деваться? Да, друзья, будем стараться максимально отвечать на вопросы. Но просто во время партии довольно тяжело. Как только я отвлекаюсь на чат, обычно я... Я и так все время обычно умираю. А когда я на чат, отвлекаюсь в два раза быстрее все происходит. Так, Арик, давай еще раз пробуем. Да, пробуем. Я вам с чатом подхожу. Пробуем, пробуем. А ты прям вот, да, вот на границе щита... Ой, 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 визг. Держу, держу, держу щит. От бога диспел! На! Да, отлично, спасибо. О, супер, вот это ты отлично. Я вкачиваю в тебя хил, сейчас вкачиваю просто. Держу щит, держу щит. Промазал. Аккуратно, мина, мина, аккуратно. А мина, да. Все, взорвало, отлично. Она когда взрывается, она раскидывает всех. Окей, окей. Давай щит держим. Сапер, сапер. Валю, 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 вей, 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 добивах, добивах, добивах. Ой, красавчик, и не по трусу. Красава. Так, еще один гноу. Вот, смотри, читить пытался. Опа, держись. О, блин. О, блин. Диспел от бога, нет, не бойся. Да, диспел от бога, там же. О, смотри, плеер-аккаунт Артемка has been banned. Вот так вот. Читера выкинул из игры. Из той команды, кстати. Все навсегда, он... Ну, мы не навсегда, а если там спидхак или ролл-параметры система заподозривает, она просто кидает тебя из сессии, потому что мы не можем быть уверены на 100% в том, что это не какая-то потеря пакетов по мини-провайдеру и прочее, прочее. Понятно. Но потом уже люди смотрят, если у тебя слишком много таких китков, то банится твой аккаунт. Все, давай, второй, второй. Отлично. Только сзади надо было его ударить. Да-да-да, я уже... Я тебя крою, не волнуйся. Вот виза подбежал, а я тоже крою от визы. Бей, бей, не волнуйся. Все, вот теперь бей, визу. Вот, сейчас я тебя похиляю. А, не ты. Ну, визу я того. Все, закрывай, закрывай, закрывай. Да-да, спасибо. Ну, это знаешь, Арик, мы еще такие были на позитиве перед стримом, думали, сейчас с Ариком разучим бейсбол, будем тянуть цепь и убивать. А цепь-то есть? Да, мы взяли специально цепь. А получается, что нам бы вообще хоть чего-нибудь добиться. А, хоть первую точку взять? Да, хоть первую точку. Да, не, ну нормально. Смотри, Александр, мы сейчас все делаем неправильно, тут нужно на первую точку сзади заходить. Вот мы прям в лоб на нее прем. А у нас телепорт так стоит. А мы можем обойти его, если мы пойдем сзади. Что изменится? Мы можем сзади пушки, они не смогут по нам стрелять. Понимаете, мы в лоб прям на них идем. И это нехорошо. Вот они нас просто еще разбирают тут прям перед пушками. Я снова замерз. И вам, я смотрю, тоже не очень хорошо. Бутылочка, пей, если что. Вы живы, вы живы? Ничего себе. А, у тебя есть еще жизнь, отлично. А так, все, я упал. Так, я тебя выхиливаю. Ага, спасибо. Слава богу, что на 10 уровне нам прощают. Давай, Арик, Арик, пей его! Я лег. Исходя из того, что тут много чего нет, играть ничуть не легче. Я помню, что мне год назад вкачал персонажа. Вот раньше на 10 уровне было как-то прям совсем легко. А сейчас так... Чувствуешь, Арик как болит. Да, Кирилл, тут был вопрос от девушки, которая похвалила твой голос. Она спрашивает, будут ли нововведения и в игре. Конечно, будут. Мы сейчас работаем над огромным пакетом изменений, которые планировали выпустить в конце августа, начале сентября. Но вернувшись с выставки China Joy, где мы подверглись обзорам китайской прессы, они сказали следующее. Игра очень хорошая, но меню в ней немного устаревшее, такое, как было в играх два года назад. Поэтому издательство с нами связывало, сказали, ребят, нет, давайте мы весь негатив будем убирать. И раз все-таки устаревшее на два года меню, тогда срочно переделываем меню на новый лад. И мы сейчас будем перерисовать... Бей, бей, добивашку, добивашку. Да я лежу. Я лежу. Нет, ты не успел. Ты мог успеть, да. И мы сейчас перерисуем полностью все меню, мы введем кучу новых возможностей. Ну, целый стрим будет от нас. Давай какую-нибудь инсайдерскую информацию. Слушай, Дим, давай, так как ты у нас, в принципе, руководишь тем, что сливать, а что не сливать, слечивать. Я могу сказать, что новый интерфейс будет очень сильно похож на доту. Ха-ха, удивил. То есть можно будет покупать персонажей за деньги? Нет, интерфейс визуально. А, только интерфейс. Так, мы вот очень много цепи даем этому гному, который... Так, все отлично. Так потихонечку, потихонечку проходим. Арика, вот тут смина сбоку. Ага, это нехорошее. А что мне с миной сделать? Это не она тебе. Вот ты сейчас упал от нее. В принципе, ее с собой обезвредил. Низка прибежала. Да что ж ты будешь делать? Так, диспел от бога сейчас, Арика. Ага, понятно. Так, диспел от бога. У меня хиляя, хиляя, хиляя. Я тебя хиляю. Трупу не поможет. У меня еще печать химеры есть, видал? Да, давай, давай, отлично все. Слушай, Димыч, мне больно. Я понимаю, да, но я ничего сделать не могу. Да, все, нас убили. Она раскричалась. Так, у кого-то мега килл, и этот человек не в нашей команде. Так, все, бежим дальше. Тут просто одувишь, и огонь происходит на точке. Так, и понеслось. Я вас не вижу, ребята, абсолютно. Я зашел с другой стороны. Один. Молодец. Нет, ну... Вот теперь стой. Вот теперь подожди, не ходи. Вот там чуть-чуть. А я, кстати, отвлекаю. А, меня морозят, меня морозят. Я отвлекаю танк и берсерка, и еще одного берсерка, и инквизитор на себя танкую хиллером. Все ли я правильно делаю в роуплей гейме? Нормально, конечно, все нормально. Все, тогда замечательно. Так, Алик, я уже почти сзади тебя, я вижу, что я хорошо убил и везу. Да. Ну, она меня перед этим заморозила и почему-то не убила, а я умираю, кстати. Парни, видите меня? Знаете, я танкую. Можно мне лечение? Забегу? Да, можно, все. А все, я уже... Пойдем, беги вперед. Я выпил банку просто. Давай, беги вперед. Так, крой, крой, крой. Алик, мне нечем тебя защитить, к сожалению. Да, они все очень дорого стоят. Ага, вся химера на труп не вешается. Нет, ну ты можешь, конечно, на трупа попробовать? Ну, все, катали. Ну, хотя пушки мы сняли. Хороший вопрос, ну, очевидный довольно. Будут ли новые персонажи в игре? Нет, новых персонажей не будет, потому что и по техническим ограничениям, ну, как бы, знаешь, есть такое понятие, как читаемость игры. Как ты видишь, игра очень быстрая. И вводить еще больше разнообразных классов будет просто невозможно для игроков понять вообще, что в принципе происходит. Вот, поэтому мы решили, пусть это остается понятным. Вот, мы лучше будем добавлять обилки. Обилок будет много. Вот у нас сейчас новая система как раз есть, где ты не можешь взять бой больше, чем какое-то количество способностей. Но этих способностей будет потом в итоге намного больше, чем сейчас. То есть мы уже спокойненько добавлять такие-сякие, чтобы каждый мог подбирать свой геймплей под себя. Там кто-то любит больше дамажить, кто-то любит дамажить и суппортить. Ну, что-то типа того. Так, давай, крой тебя, крой. Давай, может быть действительно перекрыться щитом и позволить нашим гномам расстрелять их гномов. Смотри, когда я держу щит, я могу даже от паверок тебя попытаться чисто теоретически защитить. О-о-о, от морозилки. Слушай, круто, вот ты Арика сейчас закрыл здорово от морозилки, но потом ты щит опустил. Ой, что с нами. А меня били слева, меня били слева паверку. Я же не могу одновременно еще держать. Давайте пойдем с другой стороны, там как-то поспокойнее. Пойдем. Слушайте, ну я первый побегу как самый просто задиристый. Я до сих пор первый, понимаете? Ты на первом месте, ничего себе. Там просто неприкрытые абсолютно пушки, которые надо просто подойти сзади. Слушай, Арика, ты начинаешь разбираться в геймплее. Смотри, гномы с сменой, правильно? О-о-о! Давай, давай, добивах, 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 быстрей, быстрей, быстрей. Оп, молодец. У меня саппорт дали из себя. Отходи от пушки, отходи. Я пытаюсь. У меня картичью в спину. Я крою тебя, я крою. Отлично. Вот, смотри, чувствуешь тимплей, а? В общем, я сделал все, что мог. И мы умерли. Ну, мы сыграли команду. Да, я предлагаю так же идти. Пойдем. Я бегу за тобой, а... Я тут пока на точке пытаюсь что-то сделать. Различия, бегу ли я за тобой или нет, нет никакого. С моим текущим геймплеем. Так, ну, ладно, не все так плохо. Слушай, там новые, они опять отстроили. Я предлагаю. Они много очень цепы накопили, пока мы под тислом их стояли. Так, ну, меня там... Вы сами их раскормили. Меня там поймали. Я больше не жив. Да, к сожалению. Так что, Арика, Арика, а ты тоже? 10 секунд. Ну что, ждем его, давай. Ждем, да, давай сейчас втроем пойдем. У нас осталось 2 минуты. Спрашивают, какой рекорд онлайн был у Панзара. А это секрет информации, к великому сожалению. Ребят, мы рады поделиться, но... Ребят, ну, я честно скажу, нам гордиться нечем по этому. Ну да, ну и гордиться нам нечем. Неужели вы думаете, если бы у нас были там цифры такие впечатляющие, мы бы о них не рассказали? Ну да, если бы у нас там было миллионы граждан. Я единственное, чем, кстати, вот реально горжусь, то что мы достаточно долго время живем на сарафанном радио. А что меня сейчас убило? А это булавы, которые... Да, вот я показал то, что они меня убили. Булавы там такие. Сбоку их можно запустить. Кастую резурект. Так, получается... А куда ТП ведет? ТП ведет опять на Мосток, но с этой стороны уже сейчас тихо тут. Отлично. Вы меня оставили позади и решили, а, бросим его и пойдем через ТП. Ну давайте, хорошо. Так ты не дорассказал, чем ты можешь гордиться? А, ну да, что мы очень долгое время живем без рекламы вообще в принципе. Потому что если ты посмотришь проекты там в Стиме, ну, есть же всякие разные сайты, где там можно онлайн и глянуть. Есть их динамика падения, да, вот как быстро народ пришел и как быстро народ вышел. И вот мне приятно, потому что, ну я же вижу тоже все эти статистики, приятно видеть, что у Панзара в принципе эта динамика в разы ниже. И это на протяжении вот всего этого времени или сейчас именно? Ну мы же вначале давали рекламу, мы просто как бы тоже учились, не знали, как все это делается. Когда вообще начинали игру, вообще было такое странное заблуждение, что сделай просто хорошую игру и все в нее будут играть. И люди сами по себе придут. А мы-то не знали, что там такой маркетинг, там, пиар, там, еще что-то такое, что что-то надо делать, там, за это денежки надо платить. Естественно, там бюджет такие вещи не закладывали. Вот, поэтому все эти три года, можно сказать, мы учились, как с этим вообще можно работать. Вот сейчас надеемся, что, как бы, Китай запустим и сможем в России по-нормальному все сделать, как это надо сделать. Вот, собственно, твоя фанатка, Кирилл, пишет, что захотелось поиграть в эту игру, пошла качать. О, какая ты молодец! Это твоя личная победа. Это моя личная победа, я привел игрока, да какого еще игрока, простого, а красивую девушку, представляете? Да, я бы хотел сказать тебе, Витч, воспользуйся тогда, ссылочка, которая у нас в чате появляется, где можно получить на 7 дней аккаунт VIP. Ой, ребят, да, точно. Сейчас я посмотрю, она должна еще раз сейчас появиться как раз. Только для зрителей игромании, да, сделана такая компания специальная, что если вы по этой ссылке проходите, то в комплимент от игромании вы получаете 7 дней премиум аккаунта. Ну не просто же так я вас в гости позвал, в конце концов, надо же какой-то профит. Вау, 11 уровень! Так, слушай, слушай, 11 уровень, Тим, что ему брать? А что ты можешь взять? Скажи, у тебя там... Скажи, что ты можешь взять, и мы тебе скажем, что тебе нужно взять. Так, хорошо, сейчас. На алтарь идти я все правильно помню? Алтарь, да. Из нового ты имеешь в виду? Да, ну вот. Вихрь войны у меня есть из нового. Так, что еще есть? Его, бери, как раз ты очень сильно не хватало для разбора пушек. Ага, и так, ну я еще скажу, сокрушительный прыжок, но можете остальное еще проапгрейдить. Вихрь, вихрь бери, однозначно. Награда за убийство, ярость берсерков. Как раз, чтобы гномиков разбирать. Блоколон. Сочнение, Дима, а ему некуда ставить вихрь войны-то вообще? А пусть он уберет рывок. Слушай, а я же очень пользуюсь так. Вот ты бери молнию зеленую и поставь... А он пользуется рывком, кстати. Ну так, я сегодня не пользовался пока. Давай я попробую вихрь, да, может он... А знаешь, вот этот вот прыжок боевой, тоже вверху который самый, это такая штука, которая, вот когда ты подпрыгиваешь вверх, ты вверху ее нажимаешь... А называется-то как? А, боевой прыжок, да. Вот самый верхний. Да-да-да. То вот сверху он падает с таким ударом, наносит дамага. А что ты выучил в итоге? Вихрь войны, да? Да, да. А слушай, Дим, у него керни есть на самом деле. Я послушался отца основателя игры. Керни нужно выкинуть. Лучше знаешь что? Положи рывок на место, а эту передвинь на восьмерку. Потому что на восьмерке у тебя оружие дальнего боя, которому все равно... Я вообще не понял. Подожди, а оружие ближнего боя мне же тоже, наверное, не нужно? Владение дубиной? Нет, ближнего нужно. Ну в смысле, а зачем оно мне на единице? А ты переключаешь же его. Ты или ты вообще никогда ничего не переключаешь? Я почти не... Может действительно другую кнопку как-нибудь поставлю? Да-да-да-да. Я сейчас перераспределю так, чтобы мне удобно было, а то я как-то... Слушай, ну вот видишь, ты качнул уровень в панзаре без единого доната. Представляешь? Да. А вот люди... Не может быть! А я это думал! Всего-то за каких-то шесть там или игр, сколько мы там сыграли на прошлом стриме, игр пять, наверное. Вот еще одна и все, две точные. Ладно, сейчас я буду все тыкать подряд и разберусь. Ну что? Я тогда пока... Главное копить цп, я вот в стриме вижу сколько у тебя... А, ну я в принципе и не в стриме вижу сколько у тебя цп. Я тебе буду кричать, крути, раскручивай и тогда нажимай какую-то кнопку. А сколько она стоит? Семьдесят, наверное, да? Семьдесят, она дорогая, да. А, подожди, ты ее взял вообще? Единичка, да? Тебе на единичке она движет? Ну а что, вихрь? Да, я положил на единичку. Смотри, пишет, великий Мэтт, походу, игра раскручивается в геометрической прогрессии. Ну, хотелось бы вот верить, но мы об этом пока не слышали. Да, мы не слышали пока. Вообще не играю такого типа игры, но, честно говоря, попробовал бы. Недавно хотел в Pet of Eskiel поиграть, Excel поиграть, говорят, классная. Классная игра — это панса. Pet of Exile, да, но это другой жанр просто. Надо играть и... Ну да, это совсем грубо. Да, там Diablo, это здесь, ну, Team Fortress с орками, ну, если грубо. Простите, если обидел. Вот. Ну, я бы, скорее всего, действительно, да, с Team Fortress с ним сравнился. Да, потому что вот, я прошу раз, Кирилл говорил, что это моба. Для меня моба — это LOL или, ну, или Dota, где, ну, там, кликать надо быстро и хорошо. А тут все-таки не от кликов зависит, ну, да, и не от скорости проклики. Когда китайцы у нас спрашивали, что же у нас за игра, мы все время говорили, фэнтези-боевик. Да, отлично, кстати, фэнтези-боевик, да. Звучит, как реклама, дешевые браузерки, такие сортные в ВКонтакте. Короткий вопрос по поводу скачивания игры. Способ скачивания можно выбирать любой, это не зависит от получения VIP-аккаунта. Мне кажется, нет. Главное — зарегистрировать аккаунт, пройдя по ссылке. Дальше вы уже можете скачивать, как хотите. Да, зарегистрировать аккаунт, а там уже как угодно. Выход в Азии состоялся, спрашивают. Нет, он состоялся анонс. Анонс состоялся там в прессе, и теперь у нас по планам через пару месяцев там closed beta test, потом open beta, и это уже в марте следующего года большой релиз Китая. Ну, вот пока так. Да, там же вообще такая ситуация, что мы вместе с Дотой, потому что там наши издатели на территории Китая — это Perfect World, они хотят, чтобы у них два проекта локомотива были. Это как бы Дота и Панза. Собственно, как у Tencent это League of Legends и Smite. У них, по сути, похожая такая схема. Они хотят, чтобы эти два проекта были на уровне. Поэтому, наверное, ты сам понимаешь, что нам нужно сделать, чтобы дотянуть до уровня Доты. Работы еще очень много. Да, вот хороший вопрос, кстати, тоже. Вот сегодня чат, правильно, в перерывах задавайте вопросы, и мы ответим на все. Хороший вопрос. Если вы говорите, что у вас Team Fortress, то где ваши миллионы коммерческих шапок для любителей одеваться за донат? Рисуем! Рисуем! Насколько я видел, на загрузочном экране там же было что-то даже, что уже можно переодеться за деньги. У нас есть шапочки, да, мы их делаем потихонечку. Но там же, понимаешь, со стримом это вообще классная тема. Гейб, он просто гений маркетинга. Он просто сказал, что, типа, ребят, нам контент делать долго, шлепайте его сами, и мы вам просто будем процентик отчислять. Ну, это комьюнити делает эти шапки, естественно, намного быстрее, чем сам Valve. То есть, они очень грамотно поступили. Они просто принимают эти шапки и запихивают их в игру. Ну, удобно, удобно. Ну, вообще, гейб гений. Он просто держит за яйца всю игровую, всю геймерскую аудиторию уже сколько там, блин, много лет. Очень много лет с халфой, я имею в виду. Ну, и в целом. Какая схема пиарения своих проектов за счет других проектов, это вообще просто никто по индустрии не может таким похвастаться. Допустим, Ведьмак прошел, людей привели, потом все в Ведьмак поиграли, потом раз в Дотку, в КС рассосались по этим проектам. Ну, еще была тема, я помню, поиграй, ну, кросс-пиар очень хороший был у них в духе, поиграй в эту игру, получи шапку в Team Fortress. Я помню, даже сам такой чушью пару раз занимался. Ага, вот как здорово. Да-да-да, это очень такая модная тема. Так, ну, у нас нет своего магазина онлайн-игр, поэтому мы вот как-то вот так. Ну, мы, кстати, сейчас только втроем, нет, вчетвером, а нет, смогли убить одного инкведитора. Ну, неплохо, неплохо. Так, Арик, ты там, ага, вижу, давай, расставаем там. Очень не хватает морозилки. А она у нас была, она морозила воздух и ее убили. Понятно, это печальная новость, я скажу, для меня. Так, все. Ой, ты попал, допивах, допивах. И смел от бога, смотри. О, да. Шикарно, шикарно. Шикарно, чувствуешь, каково это играть в Team с профессионалами? Да, да. Так, все от мины разлетелись. Мы с Team'ой на первом месте. Хорошо. Тебя жгут лучом, но я выхил. Да, я вот хотел спросить, что это за луч вообще любви на меня. Это луч, его огненная эльфийка делает. Выглядит очень стрёмно. Ну, в смысле, мне страшно от него. Он и дамажит страшно, но и стоит он недешево. Тут еще был вопрос, в чате прикольный. Как собираетесь конкурировать с Overwatch? Да, 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 я хотел его прочитать, но забыл. Ребят, ну, как бы, где Overwatch, а где мы? И конкурировать, это для нас очень лестно. То есть, как, допустим, ты… Это сразу спросите у нас, а как вы собираете… Как Лада собирается конкурировать, там, не знаю, с Bentley? Или, вы знаете, на конкурсе красоты в 11-м Б выигрывает девочка. Ее спрашивают, как собираешься конкурировать, я не знаю. Ладу Калину выпустила, вот, Лада. Лада X-Ray, кстати. Да, как собираетесь конкурировать, там, не знаю, что у нас там с Nissan Qashqai. Да, да. Вот на эту тему же, кстати, сейчас вопрос… А, ну, не на эту тему, господи, я уже совсем заговариваюсь. Не на эту тему, а вопрос был… Сейчас найду его… Сколько ты изначально создавала игру? Вот один из вопросов. Вот Дмитрий, как один из создателей игры, расскажи нам всю правду. Немножко, началось с четырех человек, наверное, где-то. Все? Это вся история? Вся история, cool story. Cool story. Ребят, началось с четырех человек, ну и все. Четыре человека, как бы, ну, потом начали обрастать потихонечку. Сейчас, ну, у нас, в принципе, сейчас до сих пор маленький коллектив. Тридцать восемь нас, сколько у нас здесь? Да, у нас тридцать восемь. Ну, для игровой индустрии это действительно очень мало. Постараемся как можем. Зато в городе за то, что у нас все-таки все профессионалы. То есть непрофессиональных людей в коллективе у нас нет. Да, хотелось бы в это верить, смотря в зеркало, опять же. Для вечера про себя. Ты же играю я не очень. Ты лечи, лечи, давай. Я могу себя лечить, если ты будешь жить. Давай договоримся, ты живешь, а я лечу. Простите, с кем сейчас стрим. Я еще раз повторюсь. Так, сейчас, извините. Я ожил. Так, ребят, можете... Очень тяжело, да, говорите их. Я расскажу. Да, да. Собственно, Арик пригласил нас на стрим. А я думал, ты хочешь меня представить сейчас. Нет, нет, нет. Меня зовут Кирилл. Я работаю в студии Panzar. По совместительству являюсь основным стримером Золотой лиги и всех киберспортивных ивентов. И Дима, это Дима Орех. Это один из создателей и прародителей Panzar, наш технический директор. Вот мы вдвоем, вместе с Ариком, то есть нас трое в пати, пытаемся нагнуть, но не нагнули еще ни одну... Ни одну игру, да. Слушай, ну мы только что занимали первые три места, но вот один парень нас обогнал все-таки. Арик, смотри, у меня есть такая суперобилка, называется Таран. Смотри, я даю ее сейчас. Ага, давай. А теперь добивашку, добивашку. Добивашку, добивашку. Да-да-да, я этим занят. Пока лежат. Жалко, не успел. Офигенно мы сейчас сыграли, ребят. Просто как надо. Ребят, я пытаюсь как могу. Нормально. Все отлично, все отлично. А три очки пошли. Ой-ой-ой. Я решил побежать не вовремя очень. Визитор сзади замерз. Бьем в спину. Давай, давай. Арик, добивашку, добивашку, добивашку. Я его не вижу. Вот, вот, прямо подо мной. Давай. А, все. А он мертв уже. Ну ты по трупам же должен делать. Ты по трупам не бьешь, поэтому мы проигрываем. Слушай, ну сейчас у нас все хорошо вообще. Офиг, зачем ты хотел? Сказал я и получил в щи просто дубили. А при том, щи долго раскручивались-то в тебя. А можно дать диспелл? Диспелл от бога. Смотри, сейчас я брат тоже замерз. И ты сейчас оп. Отлично. Этот был лучший диспелл. Диспелл от лучшего бога. Отлично. При том, знаешь, он был вот когда уже не нужен. Это моя коронка. Я даю диспелл тогда, когда он уже не нужен. Ну это как добивать трупы. Это твоя фишка все нормально. Это общая фишка, да. Ну то есть, да. Постфактум. Действие постфактум. Контрольный диспелл. Если меня полечишь, полечишь, смотри. Я врачу уже очень красный. Да, я вижу. Я уже лечу тебя. Играл в панзар год назад. Все было немного... А, смотри, лежат, лежат, лежат. А я мертвый, я поэтому читаю час. Вот бегу уже. Играл в панзар год назад. Все было немного не сбалансировано. Изменилось ли что-нибудь? Спрашиваю. Да, изменилось. Я вам тут точно могу сказать. Как было? Вот сейчас, знаете, по чесноку с вами разговаривать буду. Сделали идеальный балансер. Буквально вот сколько-то там, год назад, наверное, мы решили полностью проблему. Балансер стал идеальным ни одного негативного отзыва. Но столкнулись с тем, что люди перестали донатить. Потому что если у тебя нет боли, то ты перестал... Нет мотивации. Нет мотивации. Поэтому мы немного вернули боли в балансер. Но он все равно шикарен. В смысле? А как это работает? Подожди. Ну смотри, если мы балансим тебя, вот прям с такими же, как ты, то каждая партия для тебя комфортная. Зачем тебе денежку и одеваться? Зачем? Тебе не нужно. Ты вот на 10 уровне будешь, не испытывая боли, играть с привлеким удовольствием. Ну донат очень сильно упал. Поэтому мы намеренно немножко сделали ощущение боли. Прям откровение в прямом эфире. Конечно, чтобы иногда тебя немножко поднагибали. Но, слушай, все-таки надо как-то... Я понимаю, баланс именно боев. Конечно, боевочки. Ну чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Я бы даже не сказал, что... Ну то есть я понял, о чем речь. Чтобы был челлендж, когда тебя закидывают немного в страдания. Да, при том это не постоянно. Но опять же, тут переборщить с этим невозможно. Потому что если ты слишком много страданий включишь, то люди просто уйдут и все. Поэтому сейчас баланс, в принципе, очень крутой. Поэтому, отвечая на вопрос зрителя, смело возвращайся. Мы переписали его полностью. И сейчас он просто шикарит. Ну, собственно, как и видно. Мы вот сейчас втроем играем. Терпим унижение уже, которую партию. Хороший этот коммент. Закон разработчиков онлайн-игр. Нет боли, нет доната. Совершенно верно. И я даже спорить не буду с этим. И даже не буду делать вид, что... А почему ты тут разлегся и спишь? Я не сплю, я вот сейчас бегу, видишь? Я подвигаю. Так, это похоже будет третья партия, где мы проиграем. Ну, ребят, уже лучше. И вот вы видите, что я делаю все, что можно. Уже лучше, согласись. Ты игристично играешь, Дим. Ты делаешь все для себя. Фармишь себе на этот... Вы мне, кстати, забыли сказать, когда раскручиваться. Я как-то... Кстати, Арик, а ты вот стоишь, а пока ты вперед не пойдешь, я же тоже не пойду. Хорошо, ладно. Берсерк вообще это самый... Это берсерк, веди себя как берсерк. Да я веду... Ого, смотри, оп. Красавец, ты видишь? Мы с тобой просто как команда изничтожили вообще. Вот лежит чувак, и что ты не ударил? Так, бью же. А я хиляю Арика, потому что... Как Марик, давай. Так ты меня не отхилял. Я одного добил, и что-то меня... Как мальтиз, господи, как у Марик. Как мальтиз, да. Марик у нас есть просто конкурирующий тоже. Вот с Забиякой Великая Сорка в склане Пушистый Шмире. Марик МДжи его зовут. Так, спрашивают ссылку. Я сейчас ссылку в чат закину для премиума недельного для новых пользователей. Вот, друзья, ловите. Пойдем, Кирилл. Пойдем, пойдем, пойдем. Мы сейчас уничтожим всех. Да. Вот, смотри, за нами морозилочка наша. Я надеюсь, что она кого-нибудь заморозит сегодня. Я тоже надеюсь. Ну все, мы проиграли, ребят, отлично. Да. В Википедии написано, одна из фишек игры — кланы. Планируете ли вы расширить бои до уровня 100 на 100 вайна или создание особых ПВЕ-ивентов или хотя бы мечты такие есть? Да нет, в принципе, игра, вот как сейчас она есть. Клан, команда из 8 человек. Так мы планируем дальше двигаться. Вот, кстати, пишут, вывод, Арику нужно задонатить, чтобы выиграть. А вот здесь мы бы не были панзаром, если было бы так. Если ты задонатишь, то... Ничего бы не изменилось. Ты все равно будешь проигрывать. Да, тебя кинет просто еще к более сильным чувакам. Блин, мне нравится? Ау, 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 я себе палец придавил, простите, друзья. Чувствуешь боль? Да, я просто подогнул ногу под ногу и сел. Подождите, я знаю, надо поменять шапку. Как же больно, господи. Прям неудачно очень я. Арик, сейчас до меня дошел в видеоряд как раз с этого события. И да, я вижу твою боль. Я прям не то что сел даже, а ботинком придавил к металлической части стула палец. Нормально. Какой длины у тебя руки? Подожди. Я сижу, я подгибаю одну ногу и как бы сажу... Ну, ты понимаешь? То есть, у меня одна нога подогнута и лежит на стуле. А, все. Вот, я под свою подогнутую ногу положил руку и сверху еще другой ногой. Ладно, все уже не болит, все нормально. Жить буду. Так, могу нажать готов даже. У меня даже почему-то... Смотри, создайте клан и ко играть с подписюнами. Слушай, классная идея вообще. Подписюнами? Это такие подписюны, да, непонятно. Подписюны это подписчики наши твичовые. На твиче же есть платные подписчики и фолловеры. Ух ты, круто. И я иногда играю с платными подписчиками, к сожалению, не так часто, как хотелось бы. Вот, и Панзар, кстати, одна из игр, в которой хотелось бы это сделать. Ну, а он, кстати, об этом перед стримом, вот, и об этом как раз говорил, что надо будет как-нибудь замутить. Так, это отличная идея. Так нам нужна пати больше трех человек же. А мы, может быть, выпустим такую. Так вот, и, в общем, собственно, заканчивая нашу мысль... Да, это не работает у нас в игре, то есть мы, поль мы сделали в балансе только для того, чтобы тебе хотелось... На самом деле, да, я скажу такой прикол, когда мы были в Китае, мы рассказывали, мы такие... Ну, они спрашивают, а как вот, типа, работает ваш балансирующий? Мы такие говорим, ну, понимаете, там, вы можете купить вещи, там, одеть себя, и тогда вот ваш боевой вес вырастет. Они такие, а зачем? Ну, в смысле, чтобы враги были соответствующие, чтобы вы не нагибали всех, там, бла-бла-бла. А зачем, да? Это неправильно, так не должно быть. Вот, мы сидим просто в шоке, такие, ну, как так? Мы же хотим, чтобы все-таки это как-то по-честному было, то есть мы просто пытаемся, там, людям, чтобы они, там, время, там, себе экономили, еще что-то такие. Нет, так делать не надо. Надо, чтобы, типа, ты одел, вышел, а вот один всех, там... Мы, конечно, долго в шоке от этого были. Да. Вот так вот. Вся правда о Доте. У них совсем другие, то есть они говорят, сделать эмпатии из восьми человек. Мы говорим, ребят, мы балансим команды по суммарному боевому весу. То есть, когда у нас был идеальный баланс, суммарный боевой вес команд равнялся. Но потом мы немножко решили ввести раздор, сейчас суммарный боевой вес двух команд может отличаться не более, чем на 10%. Это как бы вносит иногда такую вот ноточку боли и порождает некое желание пойти прикупить амулетиков. И когда они говорят, ребят, сделайте нам пати из восьми человек, мы резонно, по-европейски, по-честному говорим, давайте. Но тогда, если вы в пати собрались восьмером, мы некий коэффициент на ваш боевой вес применим. То есть, допустим, умножим его на сколько-то. Ну, вы же сыгранные, получается, у вас же преимущество, поэтому мы ваш боевой вес поднимем, чтобы вас свело с игроками посильнее. На что они сказали, нет, вы должны понизить боевой вес. Ну, что? Вы не понимаете, в Китае народ восьмером собирается, чтобы либо понагибать, либо просто повалять дурака. И никаких повышений. Пусть они собираются восьмером, их сводят с более слабыми, они будут нагибать, и в Китае это людям нравится. Те, кого они нагибают, вроде как даже не против. Вот так что будет разница. Прикол был в том, что когда мы привезли наших суперигроков в Китае, как бы они должны были с их суперигроками по доте показать шоу-матч. Ну, я так вот посмотрел на все это, конечно, там этих профессионалов всех быстренько обыграли наши ребята. Ну, в Панзар, разумеется. Да, в Панзар обыграли. Да, в Панзар обыграли. Я такой думаю, а что же там с доте-то будет? Ну, в доте-то, наверное, это, ну, как-то, я же там тоже понимаю, вроде как, что происходит. И тут уже происходит вот как бы начальная стадия игры, я понимаю, что наши проиграют в любом случае. И когда я увидел, что наших так же... О, 7 килов, ничего себе, ты в телевизоре. Я? Да. Нет. А, Арик, ты 7 килов? Арик, ты в телевизоре. Я еще не умер, я еще ни разу не умер вообще-то. Все 16 игроков сейчас видят про то, что у тебя 7 килов. Так. Черт, вы накаркали? Я чуть не умер. Не-не, вот он ты, я тебя хиляю. Давай! Вот, и когда я увидел, что, оказывается, в доте был такой же пронос, как и в панзаре, ну, то есть один в один, и когда я увидел, что вот люди, которые смотрят на это все, они, в принципе, рады, им это нравится, ну, то есть, я как бы, ну, как может нравиться такая вот небалансная игра, которую, ну, вообще, просто неинтересно смотреть даже. Нам потом объяснили, они говорят, вы знаете, вот китайцы, они любят, когда так. Они вот любят унизить, чтобы вот прям с причмокиванием было. Да, 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 и вот такая вот интересная история. Потому что у нас вот понятие такое, что интересная игра, это когда ты не знаешь, кто победит, вот 50 на 50, да, вот, может быть, ты победишь или враг победит, а у них нифига нет, вот, ну, как бы, когда, вот, знаешь, ты показываешь просто тотальное доминирование над врагом, просто безальтернативное какое-то, это вот. Ну, вот я сейчас показываю, мне кажется, тотальное доминирование, я не понимаю, что за чудо произошло. Ты чувствуешь себя от этого лучше? Я чувствую себя великолепно вообще. Вот видишь. Вот это у меня есть идея, как бы, китайцев. Они считают, что все игроки. Ну, там только убежал, Арик, там нет игры, она есть, пойдем сюда. Я полечиться убежал. Ну, смотри, это вертолет, Арик, смотри. Вот, видишь вертолет, смотри. Вертолет, да, ну, смотри. Хорошо, давай я тоже так сделаю. О, смотри, я умер, правда. О, ты смотри, что творишь. Все, я, наконец-то, тоже умер. Вот на танке с вертолетом бежать не стоит, потому что у нее есть отражение дамага. Он весь этот вертолет вернул. Тут нам пишут, сделайте пати больше, жалко, что ли. Так вот, видите, китайцы нам сказали, ребят, все, давайте, хватит ваших европейских убеждений о честности, а все, давайте, делайте, и все. А мы решили, кстати, попробовать и в России, но вообще нет. Давайте попробуем. А тут просто, на самом деле, вот то, что китайцы сказали, тут действительно интересна такая вещь. Они как бы объяснили нам, что, понимаете, это работает не так, как вы себе представляете. То есть, когда вы делаете пати там из восьми игроков, да, вы как бы заведом говорите, что это вот такая вот ячейка, она сильнее, да, и вы тем самым заставляете всех игроков, в принципе, играть так. То есть, как бы, ну, я понимаю, что я один уже сделать ничего не могу, как бы, значит, мне тоже надо собрать пати. Вот, и когда пати на пати, там уже совсем другого уровня игра получается, совсем другого уровня. То есть, это не то, что вот сейчас нас рандомами накидывает как-то, вот представь, мы сейчас сыграли бы, вот нам понравилось, вот как в Тейфе-то, ты же наверняка понимаешь, как это происходило. Есть какой-то сервер любимый, да, там есть люди, которые в одно и то же время, там, ты их уже знаешь всех по именам, приходят с утра, и вот они играют. И ты уже знаешь, что от них ждать, как они будут играть. И они как раз и говорят, что, типа, привет, сделайте это людям. Они любят, как бы, приигрываться друг к другу, да, пусть они вначале там будут проигрывать постоянно и так далее, но они будут обсуждать это как-то там, тактику свою там менять и так далее. Что такое пати из трех человек? Это, в принципе, ну, это ни о чем. А вот когда уже нас восемь, и каждый из них выполняет свою роль, это уже потенциальный клан. Да, да, да. Ну, то есть это клановые бои, только без кланов. Это такой заход. Да, да, да. Главное, что просто есть возможность, даже если нет восемь друзей, ну, в пятером объединился, трое остальных добились, ну, тоже норм. Пишут, просто китайцев очень много, поэтому они и предложили эту идею. А часть, да, кстати, это тоже правда. Слушай, на самом деле их не просто много, их настолько, их миллионы. Как мы прикалывались, мы вечером сидели, как бы, рассуждали про города-миллионники, открыли топ-100. Рейтинг миллионникам, да. Рейтинг миллионникам. Мы были в шоке, когда встали, что 50% городов мира, да, это города Китая. О, господи, там по выставке ходишь, там, когда с выставки начал народ уходить, на самом деле, вот, представляете, вы с вышки прыгаете в море людей, вот это приблизительно оно и есть. Их очень много, очень много. Вот, ну, очень-очень круто, пати на восемь, я только за. Да, я думаю, наши подписчики тоже будут только рады, вот, потому что сможем играть, сможем вместе плохо играть. То есть они не только... Армия на армию. Да. Нет, согласись, это поражение в, как бы, группе друзей, это все равно не так. Это лучше, да, это лучше. Можно на кого-нибудь покричать, там. Постойцы, вот правильно ты сказал. Это вот не тот, не так сделал, надо вот так делать, там. Да, пошли, вы сами играйте, рейдж квейт сразу. И потом, знаешь, рассуждение, вы взрослые мужики, посмотрите, за чего вообще, давайте начнемся. Да что, на что. Так, кстати, была наша первая победа, я считаю, что надо закрепить успех. Да, но я сделал 10 или 11 киллов подряд, и после этого умер, и мы выиграли. А вот что, не хватало-то. То есть реально, я умер, и в этот момент написали, вы победили. Кстати, против нас Гризли играет, где-то рядом. Это какой, это же, это Гризизли, да? А, Гризизли, ну, может, это Твинг тоже, не знаю. Да, может, это непонятно кто, на самом деле. Есть. У нас есть просто один из таких известных хилер, Гризли. Спрашивают, можно ли играть с китайцами. Нет. У них будет совершенно другая монетизация, поэтому мы никак. Я думаю, с китайцами играть, это боль, страдания вообще. Нет, но мы, я думаю, будем устраивать турниры. Турниры, да, на лад-эвентах. Ну, да. Это да. Но да, так не потому, что у них действительно будет самонетизация. То есть то, что они говорят, давайте мы там устроить адский нагиб, мы здесь этого, конечно, не сделаем. Потому что Россия все-таки это Европа, и у нас совсем другое представление об интересах, и командах, и прочим, и балансе. Я мог тебя спасти. Да, ничего страшного. А что, мы Арика уже потеряли? Да, если бы сговорю, я думаю, что он живет, а он уже валяет. Да нет, я вот заслушался твой, ну, то есть твой бархатный голос. Он загибнотизировал меня, а я погиб. Это хорошо. А цены на донат останутся, как сейчас. На самом деле цены, которые сейчас, это вот на 50% меньше, чем всегда, они в начале лета стартовали, и вроде как до конца лета будут действовать. Но относительно того, вернем ли мы их назад или нет, точно информации нет. До конца лета точно, а дальше уж как пойдет. Может останутся, может быть не останутся. Я думаю, останутся на самом деле. У нас все равно сейчас кризис, как бы мы понимаем, что людям и так нелегко. Да, страна сейчас действительно переживает не лучшие времена. Значит, давайте в политику уйдем, чтобы нас вообще забанили на Твич. На самом деле смех смехом, знаете, а вот я, ну, когда веду стримы свои, вот меня находят ВКонтакте и пытаются добавиться в друзья ко мне. И каждый раз, когда вот какой-нибудь 13-14-летний мальчик пытается добавить меня в друзья, я оставляю его в подписчиков, потому что, ну, нечего в нашей стране иметь в друзьях в соцсети 14-летних детей, потому что мало ли что. У нас за уши притягивают за что угодно. Так, 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 аккуратно. Вот этот вот, вот этот орк опасный тип. Сейчас мы его попробуем повалить, пока ничего не делаю, пока его не уроню. Все, я готов его уронить. Уранивай хотел сказать. Роняй! Роняю. И меня отбросило. Да, я и умер. Я до сих пор стою, кстати. Я единственный, кто стою на точке и еще ни разу не умер. Ну, Арик умер вместе со мной. Хоть кто-то из солидарности. Ну все, теперь я тоже умер. Да-да-да. Ну, Кирилл, раз ты бросишь, мы все умрем ради тебя. О, спасибо. Ну все, они... Не ради тебя, а за компанию. Мы, кстати, целых пять минут держали точку. Такой, я сейчас танковать пойду. Знаете, стань-ка пяточкой на нее. Я вам сейчас возьму. А ну-ка сюда, сюда иди. Парни, парни, успею, успею. Не успел. Не успел, да. Я уже прям прыгнул. Арик, я хочу тебе супер-тему показать. Пойдем за мной. Тут уже драться бессмысленно, потому что точку захватили. А, действительно, а меня оставьте, я поумираю. Да, мы маленький аттракцион сейчас покажем. А я хочу посмотреть. Бейсбол? Вот иди за мной, иди. Мне пишут, Хилл, ты такое гно. На десятый уровень, а можно? Да, причем это говорит тебе человек, который, когда захватывали точку, бил гнома. Да-да, понимаешь? А это нормально. Не нажимай, не нажимай. Вот сейчас смотри, там народ придет. А я с вами придется. Так, так, так. Так, а что мы делаем? Мы сейчас, вот когда придет на точку народ, мы вот на эту кнопочку нажмем и посмотрим, как они красиво, не знаю, ну сейчас увидишь, я не хочу портить сюрприз. Хорошо. Можем поржать пока. Вон они приходят. Ну что, давай, да? Ну что, да, давай, смотри. Давай, нажимай. Оп. Все, нажали на кнопочку, смотри. Они умрут? Вот это все мы и сделали. Ю-ху! Все, пошли драться. Теперь поддраться. Согласись, это того стоило. Да, неплохо, неплохо, да, согласен. У нас вообще есть виска, которая заморозит и сделает нашу жизнь лучше? Слушай, я понял, мне нужно было на самом деле визу тоже взять. Слушай, танком для... Как и зяби? Нет, ну зачем? Разные же. Я думал, что вы будете с Ариком в бейсбол играть, чейнкилы делать, но, видишь, оказалось, что то, что мы с Ариком комфортнейше играли в прошлом стриме, это просто было... Это он же с нами играл, просто чемпион слотой, и все. Ты, на самом деле, с Зябиком, даже если он сапера возьмет, будешь взять наекомфортнейшую. Да, мы, конечно, такого игрока взяли, что... Потому что я с этим человеком недели три где-то играл, я просто был в шоке от того, что... Мы не проиграли ничего с ним. Мы не проиграли ни одной партии, причем я был тридцатым в амулетах. То есть там очень высокий уровень игры. Он был в уровне двадцатого, и он просто выносил все, что видел вообще. Он делал по сорок два кила на сапере. О, ну что, очередной лосс. Да, очередной лосс. Отношу, как было здорово. Мы играли, мы говорим, Забияк, давай, и все. Мы говорим, давай, давай выигрывать. Он говорил, хорошо. Ну что, давайте я везу возьму, на самом деле, с ней попроще ты будешь. Ой, да давай так играть уже. Да нормально все, нормально. Потому что мы рядышком. Игромания не смог заработать. Да ты что, прав, что ли? Да что? Не набрал на участие. Ты не набрал даже опыта на участие. А что, в смысле? У нас есть некий минимальное количество опыта, которое ты должен набрать, чтобы получить опыт за победу или за поражение. Это сделано для того, чтобы, знаешь, ботами не заходили, на респауне не стояли. И у тебя не получилось даже минимальный пул набрать. И что теперь? Ты не получишь опыта. Да, ничего страшного. Я тоже так думаю. Один с тура нельзя тоже, в принципе. Спрашивают, будет ли новые карты и режимы. И заодно спрашивают, нарисуют ли оркам новые мордашки. Да орки вообще, по-моему, такие пупсики. Они, по-моему, прекрасные. А карты, да, будут новые карты. Сейчас в ближайшем патче будут две новые карты. Одна из которых прям очень хорошая. От нас просто, ну, Арик, вот ты, наверное, не в курсе. У нас у пользователей самые любимые карты. Это длинные карты, типа, там, Осада Болотного Форта или Комендалом и Гномов. Вот. И мы очень долгое время не делали таких карт, потому что они очень трудоемкие. И, ну, короче, очень сложно сделать. И, наконец, мы решили, что, думаю, порадуем, к тому же, приуроченную к китайскому выходу. Вот. Сделаем огромную карту. Там будет много чего интересного. Куча интерактива. Вот. И, да, вот еще новый режим мы думаем, конечно. Есть идея сделать что-нибудь, типа, такую помесь Battlefield. Я уже давно вынашиваю идею, чтобы на Панзаре была такая огромная карта. Где стояли, там, допустим, стоилы различные, где можно было, там, строить драконов, там, садиться на них, лететь куда-то, захватывать точку. Это было бы круто. Ну, то есть, представьте, вместо джипа, там, допустим, какой-нибудь боевой кабан. Боевой кабан вообще отлично. Или вместо вертолета, там, какой-нибудь дракон. Вот. И на драконе прилетел, слез с него, там, выдавал всем люлей, сел назад на дракона, в другую точку полетел. А режим какой-нибудь, типа, сопровождения, как в Team Fortress? Да, вот, кстати, мы хотим сделать сопровождение, но пока у нас идея только на PvE его сделать. Дело в том, что шутерная механика, вот, миличная, например, мы Capture the Flag не можем сделать вообще. Да, не получается. Хотя это самый интересный для шутерных игр режим. То же самое и с различными шутерными режимами, которые работают там, но не работают у нас. Что у нас все-таки надо команды сводить на точки интереса и желательно точку интереса не двигать. И поэтому, вот видите, у нас есть одна точка интереса, мы на ней месимся, нам здорово. Мы когда пробовали делать две, у нас просто люди разбегаются по разным частям карты, ничего не происходит. Ну, по сути, в сопровождении там же тоже одна точка интереса. Да, там одна точка, поэтому он может нам подойти неплохо. Мы пробовали много всяких разных режимов, там, Escalo Duty делает, там, когда там жетончики какие-нибудь попадают, там надо бегать их собирать, чтобы не было привязки к точке. Но получалось очень так скучно все. Ну да, потому что в шутере ты можешь чекать с одного конца карты, застрелить из другого конца карты. И каждый боец может, в принципе, хедшотом заряжаться. У нас, если ты в одном конце карты находишься, ты можешь драться только с тем человеком, который в этом же конце карты. Другого тебе надо бежать, и поэтому это ставит крест на многих шутерных крутых идеях. С другой стороны, у нас куча своих крутых идей. Например, царь горы, вот это, которую мы сейчас играем. Почему, кстати, мне пишут, ждите захвата точки? А потому что... Потому что мы еще все деремся. Да, очки еще не идут ни одной из команд. Нам нужна какая-то одна из команд должна стать царем горы, то есть мы сейчас должны ее захватить. И тогда они будут респиться быстро, но у себя на респе далеко, а мы будем респиться медленно, но вот здесь рядышком мы будем хозяевами этой точки, и очки будут идти нам. И чтобы понять, собственно, когда начать начинать очки, нужно, чтобы кто-то хотя бы захватил. И поэтому ты ждешь захвата точки, потому что это может продолжаться. Сейчас, танка, давай все вместе, все втроем. Я тысячу по ним пробил. Все, мы затащили. Мы цари горы. Мы цари горы, теперь, видишь, ты с другого респа, с хозяйского приходишь к нам. С хозяйского, да. И вот теперь они будут просто как, я даже не знаю кто, переть со всех дыр, чтобы эту точку... Притом балансность этого режима состоит в том, что мы стоим на одном месте, но мы респимся медленнее, чем они. А они... О, это было замечательно. Олег, смотри, вообще наша задача уходит вот пойти и вырубить эту пушку, потому что иначе она будет нас доставать, как во все прошлые игры. Ну, хорошо. О, отличная гномика, желательно еще захватить. О, смотри, это прям супер. О, да, кстати, бейсбол поиграем. Смотри, вот я кручу медленнее. Видишь, я раскручиваю? Да. Встань рядом со мной, у тебя есть поверка? Да. Давай, она пока меня стреляет, я отвлекаю. Давай, да, пока я отвлекаю, ребят. Ну, давай, быстрее, я умру сейчас. Да вот, встань, развернись направо. Угу. А вот давай, 3-пай. На счет 3. Сейчас мы поотренируем, оп. Видал? Ты понял, ты понял? Как это круто. Ну, забавно, да, да. Она близко стояла, я не прочувствовал. Вот близко, мы просто потренировались. Да, вообще, чтобы она вообще ничего не понимала. Это у нас такая тренировка была. У нас парни на 30-х уровнях делают это вообще на раз-два просто. Такой бейсбол один подает, другой прям на. Отходи, отходи оттуда. Отходи. Отхожу. Все, отлично, мы зарешали. А не мертвые, что ли, уже? Все, мертвые, да. А, окей. Вот этот не мертвый. Ну, этот вот, уже мертвый. Уже собрал. Уже все. Смотри, это вот, кстати, то, на что ноют наши пользователи. Видишь, вот этот вот сапер, которого я бью, он 30-й почти. Да, видишь, его затянуло к нам слабакам, и поэтому вот он... Но, опять же, он не решает, что, ребят, общий суммарный боевой вес команды всего лишь на 10%. То есть это, по сути, даже может быть во время... Блин, я по щам получил. Да, потому что один сильный, но остальные 7 тем более слабые. Хотя, знаешь, что тебе смотрю... Не, он не 30-й, он не 30-й, он просто в этом кастомном шлеме. Да, у нас, кстати, скоро появятся профиля в игре, вот можно будет уже не гадать там, а какую там 20-е, 30-е, сильный, не сильный. Просто можно будет прям в бою нажать на кнопочку. Ребята, все плохо сейчас захватят точку. Не-не-не-не-не-не-не. О, а вертушку крути, Арик, есть очки у тебя? Нет, на вертушку нету. Ребят, хиляю вас как могу. Давай-давай, вот виска бы сейчас вообще просто зарешала. Хорошо, что у них ее нету. Да. Ну, действительно, лучше компаньон под Берсерка, это все-таки не танк. Ой, да перестань, если бы Зяба играл на танке, Дим, что бы ты тогда говорил. Я же тебе сказал, что Зяба мог с сапером сюда зайти. Меня сожгли. Я, между прочим, играю почти как Зяба, я на втором месте. Уже которая игру, я на первом месте. Они взяли, да, точка, правильно понимаю? Да, они забрали, теперь мы респимся в далеких местах. В местах столь отдаленных, а давайте я вас подожду на респауне на нашем. А, Арик, это запись стрима на Ютубе будет? Да, будет запись стрима на Ютубе Игромания вживую. Ссылочка есть в описании, там фиолетовая кнопка такая. Вот там будет запись стрима. Дим, ну что, как поймем, может бочками ворота разобьем? Зачем? Пойдем, Арик, пойдем с нами, бери бочку и пойдем. Потом, смотри, сейчас просто прибегаем на точку. С ней бежать нельзя. Да, я уже понял. Вот смотри, приходим на точку, разбегаем, в рассыпную, короче, кидаем бочки. А что ты тут взрывать собрался? Не, их сейчас будем взрывать, ну, это же прикол. Так, ну, нужно все вместе забежать. Да, Арик, блок нажимают бочки, чтобы... Да, смотри, ты кладешь бочку, начинаешь ее взрывать. Подожди, подожди, вы мне объясните, как это... Смотри, вот, видишь, блок нажимаешь, там она сейчас взорвется, она их домашит, а тебя ты будешь в блоке. Ну, вот, а с одной... О, нет, с одной, ты не сходила, но ты... Я хотя бы двоих убил. Ну, видишь, мы с Ариком не донесли. Ну, неудачники камикадзо. Слушай, ну, какие есть... О, Арик, я вижу, у тебя хилов, хилсов нету. Да, я тебя подожду. Ничего нету, да. Я могу вот... У меня, к сожалению, другой мысли нет, я могу только так поделать. Пошли! Бежим, 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 бежим. И что, помню, иногда танки плакали, что всегда в поле. Я немножко не понял про поле, разъясни, пожалуйста. Это бывает, да. Нет, притом, это, видимо, наш старый игрок. Он такой хорошие вещи говорит в чате. Я так читаю, что он пишет. И что-то он, видимо, действительно имеет в виду. Видимо, я однищий, не могу понять. Как я умею? Слушай, это тебя убил. Я сейчас так хотел тебя похвалить, сказать, Арик, крутая добивашка. А это была не твоя. Ты меня лечи, такое убежал. А, ты еще живой. Я, конечно, деру, что ли. Это была добивашка по моей голове. Теперь мне, давай, спасалку мне мем. Сейчас химеры. О-о-о-о, Дим, чувствуешь, как круто сейчас было? Мы сейчас с Димой тащим, раздаем им классовых очков, но они не могут нас убить. А толку от этого чуть, конечно. Я выпью бутылочку, да? Да я тоже пью, Дим. Потому что невозможно. Короче, что мы сейчас сделали с Димой? Вместо того, чтобы умереть один раз, мы умерли приблизительно два раза чуть не умерли. И умерли, наконец, на третий. То есть дали им в три раза больше классовых очков, чем должны были. Талантливо. Талантливо. Притом ты думаешь, я живу, они не могут меня убить, но по факту просто ты подарил им кучу. Но, кстати, все равно в нашей игре лучше жить, чем не жить. Потому что ты же тоже накапливаешь классовые очки. В спортивных играх они частенько самоубийство все-таки проживают. Полечи, полечи, полечи мне, полечи. Лечу, лечу, ты подойди так, чтобы я попадал. Все, отлично. Все, смотри, они 184 набрали на 165. Сейчас мы перехватим. Стреляют сверху этот. Слушай, 15 очков пока отстаем. Сейчас мы захватим, сравняем и выйдем вперед, потому что мы можем. Давай, добивашку, добивашку, добивашку. Быстрее, добивашку. А нету добивашки у меня. Ничего, мы, слава богу, их убили. Нет очков? Так, смотри, сверху неплохо было не спрыгать. А я сейчас прямо уже здесь респанулся вместе с эльфийкой. О, это молодец. И сейчас мы эту скорлупку убьем. Опа. Все, готов. Ну все, 192 на 185. Мы просто, мы просто, я не знаю, королев. А я так понял, в этом бою визок нет ни у кого, да? А в этом ни у кого нету. При этом у нас балансер, опять же, настроен так, что нет, не может быть такого, что у одной команды визка есть, а у другой нет. То есть либо у обеих команд есть, либо ни у кого нет. Тогда получается. Получается так по-честному. Седьмой скилл – это скорость. Ага. Так, Арик, иду помогать тебе. А ты убежал куда-то? Нет, нет, я неправильно прожал, не то что хотел. Смотри, давай еще раз цепь сделаем. Так, а у меня нет, у меня три. А просто паверку тебе нужно сделать. Паверку надо сделать. Так, а паверка же тоже энергию жрет. Нет, у тебя энергии тоже нет. Так, у меня три энергии. О-о-о, добивашку, давай. Нет, это классовые очки, это воля, воля. Класси-поинт. Тебе про атак написано такими английскими. А, все, господи, все, я уже с ума сошел. Я почему-то думал, ты говоришь, паверка, ты про добивашку говоришь. Я такой, лечи, лечи, лечи. А я умер, 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 умер. Отлично. А мертвый, кстати, Дим, баг, серьезно. А мертвый, не живой. Да, мертвым нельзя хилять, кстати. Исправь потом. Поэтому на форум напишу, напишу, разрабить нищий вообще. Слушай, ну мы соточку, а уже не соточку, поменьше чуть, 70 очков отыграли. Ой, слушай, все еще, а, это они только-только взяли. Да, 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 мы долго держали. В золотой лиге, как правило, на перезахват у команды уходит около 60 секунд минимум. Но мы не в золотой лиге. Сейчас посмотрим. Отлично. Мы попались на все мины. Все, Дим, при тебе меня убили. Так, я, короче, коплю на таран. Втроем на последних местах. Это прям наше. Слушай, ну ты копишь на таран, а на арику для этого нужна вертушка. А у него одно классовая очко. Ему достаточно для этого добивашки. Да у него даже добивашки нет. Сейчас накопим, не боитесь, парни. Давай, покажи им, как всем. Я смотрю, тебя покарали. Да меня так покарали, что я сейчас скоро обгоню тебя по... Вилки, я тебя спас. Я цепью оттащил берсерка от тебя, чтобы он не ударил тебя добивахой. С ума сойти, спасибо. Про плей, понимаешь? Да. Очень обидно, Тим, да, когда твой про плей не могут оценить, тебе приходится рассказывать, что ты сделал. Да. Все, мы взяли точку назад. 266 на 254. Мы даже не дали счет сравнять. Я бегу. Я честно бегу. У нас сапер, кстати, очень неплохой. Слушай, Арик, ну мы здесь на самом деле тебя... Отлично. Я бы мог сейчас тебя спасти, но я вместо этого пил бы... Да я зачем-то бросился просто вперед, сломя голову от счастья, что мы взяли точку. Так вот, ну вот этот вот гном, он просто там безнаказанно... А, ну что с ним делать? Ну, нужно, чтобы кто-то... Пошли, я вижу, уже. Бригада. О, вытащили из пушки, молодцы, заняли. А, это наша теперь, да? Да, теперь она наша. У нас столько всяких фишечек, у дружки есть, что можно, знаешь, там, обманными путями вылечить его из пушки и сесть просто в нее. Опа, меня срубили. Тим, не успею. Да, т.к. Арктина меняет тебя. Они еще своих заросли. О, они взорвали сами себя почкой. Арик жатко все пропустил. Да, я здесь рядом. Я там сражаюсь вообще-то наверху. За родину. А это ты убил гномика, что ли? Или кого-то я убил, я не... Нет, это... Одного из двух я точно убил. Вот. Вот тут, говорят, на 30-х уныло, там шмотки начинают сжать, а на них нет. Ребята, вы опять же не правы. Ваш боевой вес складывается из шмоток в том числе. Поэтому даже если вы на 30-м уровне будете голые, вас все равно с голенькими будет сводить. Да, у нас на уровне нету статов вообще. То есть если вы разденете, вы будете по статам такие же, как и первый уровень, который возьмет просто три пассивки на мастерик. Вы ничем не будете от нее отличаться. Причем мы его специально сделали так, чтобы как бы люди не обузили этим. То есть да, надо покупать вещи. Если у вас вещей этих нет, то вы считаетесь как более слабенький класс. Да, и все. Все обилки слабее, все слабее. Более слабеньких. Ты просто меня сейчас засырил. Прикинь вообще. И сам умер. Это было плохо. Так, мы так можем проиграть, они нас догнали. Да. Счет сравнялся сейчас. Все. Беда. Напрячься. Так, а где? А, наш Берсерк по другой стороне побежал. Пошли его защищать. Давай вот к воротам. Бегу за тобой, Дим. В тумане, который ты так любишь, я ничего не вижу. Так, вот наш супер Берсерк. Отлично. Алик, давай. В общем. Алик, смотри, кладу. Кладу. Не, не получилось. Какая мы крутая тема. Нужно обходить пушку сзади. А, пушку сзади надо пойти, да. Ну, меня тут дубиной пытаются. Держи блок, ничего, нормально. Бей по верку в пушку. Пробил, но не знаю, насколько успешно там. Ну, пушки нет, это уже хорошо. Так, что ничего не вижу. Ой, 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 меня попали. Так, мы свалили. Мы старались втроем. Я все еще стараюсь, между прочим. Ах, как жили, не выдаёте. Как вы выживаете? Я умираю постоянно. Вот знаешь, у меня сейчас, вот какое у меня сейчас желание вдонатить себе на руны и амулеты. Просто бешеное. Лечи, лечи меня, лечи. Да, лечи. И самый большой кайф Панзара в том, что если я сейчас пойду вдоначу и оденусь, я буду сильнее, чем мы все, но я с вами больше не сведет. Меня сведет с другими чуваками. Вот он, баланс, понимаешь, между болью, желанием вдонатить и сохранением баланса. Такой цикл. Вот я до сих пор жив. Я вижу, благодаря мне. Опять же. Без ложной скромности скажу, что благодаря мне. Лечу, 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 Дим. Давай, убивай их всех. Так чем я буду убивать? Ларик подтянулся, кстати. А вот кого мне теперь? Уводь, мое. О, давай, 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 вот этих. Эх. Я не понял, что ты хотел сказать вот этим. Это он мне говорил, давай, давай, вот этих. Я его лечу. У Дима очень, понимаешь, у него широкий спектр требований к любому игроку. То есть и добивай, и лечи, и делай все. Ну, слушай, ты должен играть как мальтиец. Согласен. Кстати, я даже не могу играть как Арик, потому что теперь я на последнем месте. Арик, смотри, сейчас я попробую его завалить. Давай. Нет, у меня не получилось. Вот, видишь, как круто с нами играть? А Арик якобы восьмерых положил бы сейчас, сказал. Что, мне их поддержать, пока ты придешь? Смотри, вот этого, давай сейчас вот этого ударю. Давай, давай, я рядом. Сейчас он ударит, я его завалю, и его сожгут. Все, отлично. Нам ничего и делать не надо. Готов бы с Белл играть? Сейчас, подожди, я хиллера хочу. Ах, не дотянулся. Да, готов. Черт. Раз, два, три. Три. Бей по арку. Ага. Ну, бей, ты сначала должен начинать бить. Ах, почему убили? А, ну, я помню. Вся фишка в том, что ты начинаешь бить, и пока ты растягиваешься. А, слушай, это проще. Конечно. Тогда, да, в любой момент я готов. Ну, кстати, лютийший просто замес сейчас происходит. Да вообще адок. Я с трудом вообще понимаю, что происходит. Ну, ты не живешь. Ты можешь приятно это. Так, аккуратно, сверху пушка, я считать не укрою. Вот тут пишет, панзар, игра давно убитая донатом. Еще давно забил в нее. Жалко, дружище, жалко. Вот, веселимся и получаем удовольствие. Ну, да, не задонатив ни рубля, на самом деле. Ну, просто я знаю, что есть вот некоторые типы игроков, которые вот постоянно к персекционизму какому-то. Слушай, ну, вот Арик правильно сказал на прошлом стриме, он говорит, ребят, не расстраивайтесь, абсолютно про весь фри-то-плей говорят так. Одно, да, да. Как разную игру вообще. Я вот когда качался, ну, как бы я играю, я потихонечку играю, у меня нет никакой цели там за месяц или там за неделю закачаться. То есть потихонечку все идет, это как в TF, у тебя же нет какой-то цели там вот, что-то добиться. Ты просто получаешь удовольствие от игры. Да, иногда тебя там прижимают, но это и в любой другой игре может произойти, в которой и нет доната вообще абсолютно. Про доту так же говорят? Доту точно так же так говорят. Я вам помню, как я играл, у меня там было 15 поражений подряд, у меня так подгорало вообще просто, у меня очень мощный прикар. Ну, вот я сегодня играл в Hearthstone, я выиграл один раз и 9 раз проиграл. Ну, как бы, блин, ну, тоже можно. Да, и ведь там тоже можно на донат это свести, мол, у тебя карты другие и так далее, и так далее. Ты там все колодки тянув. Панзар донат явно не убил, так что, дружище, возвращайся. Здесь действительно здорово, играть можно. Мы вообще будем рады, если ты придешь. Это точно. Разрабы, я начинал с саппорта и рейнджа, и на милишников даже не смотрел. Теперь вот начинаю играть танком, берцом, но инком пока не могу играть. Так, все, меня вынесли, вы без меня. Ну, спасибо тебе, что играешь. Вы смотрите, у них 96 очков, они могут выиграть сейчас. Не дадим, мы не будем рабами, как гласит. Все, все, стой на точке, просто в блоке. Вот теперь свою старую проверенную тактику. В блоке и не бей, ничего не делай, просто все. Они со спины подбираются. Все. Ну, простите. А, точка четко круг вот эта. Я думал, что точка нам побольше. Мы, кстати, в новом патче сделали очень-очень-очень удобную вещь. Это то, что враг всегда красный. Вот это вот теперь не надо париться в синий. Да, кстати, вот это у меня на первом стриме, да, я даже говорил Кириллу, что я не это. Потому что у нас даже прикол такой был. Мы, знаешь, подходили к сотрудникам, которые уже давно играют в нашу игру, и вроде так все про нее знают. И спрашиваем у них, а ты знаешь, как можно понять, в какой команде ты находишься? Ну, нам говорили разные вещи, типа, ну как, с какой стороны ты респаунишься, или в начале боя, или бла-бла-бла. А вот сейчас мы в бой зайдем, вот обратим внимание, вот там сверху, где вот эти вот наши вот кружочки висят, там, по захвату, там есть часики, и вот за часиками там есть маленькая такая плашечка, как бы, вот она красится либо в красный, либо в синий, в зависимости от того, в какой-то команде. Мы боги интерфейса, нам и сапи делать, Тим. И как бы люди просто приходили в шок, когда узнавали это, что, типа, да, а мы уже столько играем, мы это не видели. Вот, поэтому кто обладает вот этим вот таинством, вот этим знанием, как бы, они, естественно, лучше всегда ориентируются в том, какие капканы нужно, боец, какую точку надо, не надо захватывать. Да, ты мне говоришь, капкан, я такой, ну ладно, там, бомба, ну бомба, ну вроде наша, наступил, умер, такой, блин. А мы, кстати, очень-очень быстро привыкли, мы буквально сделали, и вот прошло там, ну не знаю, там, 2-3 дня. Ну, я обычно как делаю? Ну, когда придуманную фичу какую-то, я знаю, что многие игроки, там, в том числе даже разработчики, они сразу, ну, не всегда хорошо воспринимают какие-то изменения, даже если они там во благо идут. А тут даже вот просто вот, ну, ждать не пришлось. И сразу как-то раз так, и на пабе, когда уже играешь, уже неудобно все это. Так, что, в какой я, я в красный или в синий, а что это, какой капкан там, можно мне на нее ступать, нельзя. Это все вот для такой быстрой игры, как панцер, конечно, ненужная информация для обработки. А сейчас все просто красненький, все, иначе не мой. Ну, хорошо. Так, мы должны затащить сейчас, потому что мы прошлое выпрыгнули. Да, я предлагаю, да, это сделать наше на сегодня финальную битву, а то мы уже, ты не поверишь, полтора часа играем. Кстати, в подарок мы построили. У нас самые короткие турниры, вот, в моей по золотой лиге, это если он за три часа прошел, это очень здорово. Нет, ну, то турнир. Нет, ну, в панцере, на самом деле, время вообще ментально летит. Да, я вот в этом плане согласен, да. Потому что постоянно туда-сюда все бегают, что-то носятся, точку захватил, точку отдал, там, не знаю, пошел туда-сюда, в общем, очень быстро прилетает. Это, кстати, кайфово, с одной стороны, с другой стороны, ты вообще не чувствуешь, что время улетает. Ура, есть виски. Это гораздо более по-доброму, нежели, например, многие ММО-проекты, где ты можешь очень надеяться. Нет, ну там вообще, да, там империя зла. Я, если что, рядом, я сзади. Да я вижу, ты в блоке за хиллером стоишь, ты очень полезен. На тебя все накинулись. Смотри, валю их, валю. Оп, да, все. У вас не добьют, у вас не добьют. Не добьют, потому что, вот, теперь добили. Мы так красиво друг на дружку упали с тобой. Пишет, на первый взгляд игра классная, но если вникнуть в механику, сразу будет не нравиться. Слушай, расскажи нам, пожалуйста, что тебе не нравится в нашей механике. Мы все поменяем, да? Интересно. Ты сейчас человека в тупик, наверное, поставил. Да, в тупик. А что такое механика сейчас подумал человек вообще? И какая она в панзаре? Так, 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 заходим потихонечку. Заходим. Не, не, Арик, ты должен быть за Димой. Да, ты должен быть передо мной. Ты должен быть перед хиллом, а не за хиллом. Окей, окей. Вот, видишь, он упал. Вот, видишь, сейчас ты пропустил. Я его не пущу. Сейчас, чтобы... Видишь, такой с зелененькой штучкой. Ну, правда, никто не пришел тебя добивать, и это она не нужна. Потому что я убил берсерка. Так, вот, да, пушечку, это хорошая идея убить. Вот. О, не, Арик, вернись, вернись. Вернись, вернись. Я мог тебя хилять. Сейчас, ну тут гнома еще надо убить. Ну, конечно. Надо стоять... Я гнома убил. Все, отходим, отходим. На точку. А, на точку, окей. Это доминация. Вот здесь я бы точку никто не захватил. Здесь пока ты стоишь, копятся очки. А царь горя от доминации чем отличается? Тем, что там надо захватить точку, а потом очки капают вне зависимости от того, стоишь на ней или нет, и капают с одной и той же скоростью. А на доминации непосредственно, вот, стоит вас пятеро, значит, пять очков в секунду там. Один, одно очко в секунду. Ну и противникам. Вот мы сейчас стоим втроем, три очка в секунду нам капают. Теоретически мы можем так менять эту англосу. Риспы не меняются местами. Более, это самый простой режим, вот, самый простейший. Из контрольной области захвати и стой. Вот мы сейчас стоим на контрольной области и по три, по два очка приносим. Команде. Вот сейчас, когда кто-то из врагов встает на контрольную область, смотри, опа, ой, я промахнулся этой штукой. Так, ты лучше мать диспель меня. Слушай, у меня девять классовых очков, Дим, и мне, как бы, стыдно. Да ну как так-то? Как так? А он на развороте тебя поймал. Да, я вот хотел ему со спины зайти, а он... Осторожно, мина. Спасибо, я, услышав это, решил все равно упасть. Вот пишут в чатике, который у тебя, слава богу, скрыт, что у нас крутые орки и хил. Нас просто дном обозвали сейчас. И правильно сделали. Хотя, кстати, мы вывели нашу команду вперед, потому что мы стоим на точке, в отличие от всего. Да, и виска, кстати, там, если что. А, ее уже нету. Дим, диспела не будет, потому что я не убью. А мы все тут четко сделали. Да, да. Я только вместо добивашки сделал паверку, но я думаю, что... Ничего страшного, он все равно лежал. Кстати, для Берсирка это иногда даже выгоднее дать... Да, то есть иногда, когда ты понимаешь... Может, пушку? Да, давай пушку. Слушай, ну вот там виска за ней. В лоб не стоит бить. В лоб вообще не стоит бить. А, окей. Да, у нас в Панзаре со спины урон всегда больше, чем в лоб. Так, я вернулся на точку чуть-чуть. Правильно, вот сейчас мы под щитом стоим. Он через щит все равно не пробьет нас. Да, вот. Вот сейчас мы зарабатываем очки, по крайней мере, пока они... Ой-ой-ой-ой. Бей-бей-бей, не все страшно. Не-не-бей, исподсчитай, исподсчитай, Арик. А, исподсчитай. Да, спасибо, я забыл. Но она уже мертва, да. Потому что у нас же тоже есть свои гномики сзади, они ее убивают. Ой-ой-ой, по мне попали. Дим, сейвь меня. Смотри, 223 очка уже. Мы должны, кстати, последнюю партию на сегодня затащить однозначно. Однозначно, я так стараюсь. Кстати, нам попалась команда полных днищ, потому что, видимо, нас, благодаря нашим, там, пяти поражениям подряд, наш рейтинг опустился настолько, что нас начало сводить с ребятами, у которых мы на кастре можем выиграть. Давай, вот, вот, все, отлично делаешь, правильно. Только я тоже. Дмитрий! Да? Щит на три часа, пожалуйста. Щит на три. Ты сейчас щит на 12 держишь, а мне нужен на три, потому что гномик там, вот, да. Где там гномик-то убил? Ну, на три, ну, хорошо, на полвторого. Щит на три часа, это очень хорошо. Ну, как сказать еще, там, прям, он, притом, понимаешь, гномик грамотный по мне фокусит, понимаешь? Он думает, я сейчас убью хиллера и ослаблю команду. Он же не знает, что за хила я играю, и он меня суть не ослабит команду, если меня убьет. Так он некая наша... Да, вообще-то очень много всех стало на точке. Не знаю, откуда они выпачкывались. Где наша виска, вот что меня волнует. Вот, аккуратно, вот сейчас не бегай, вот это вот, видишь, вот прям белый песок. Это мы уже успели, да. Да-да-да, это мы уже научились в школе. Так, крою, 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 давай, бей, 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 нормально, сейчас, сейчас, сейчас. Ой, плохо кроешь, плохо кроешь. О, трое, сейчас. Блин, я прям вот... О, зато я тебя от этого закрыл. О, как хорошо все вышло. Она буквально за долю секунды, вот, ну, то есть... Крвала мины и спасла нас. Да. Она уже делала разбивание, кстати, она могла нас расщепить. Но нет. Могла бы, но нет, потому что... Кстати, в этом и есть весь прикол Панзара, вот в таких микротаймингах. Да. Очень круто, потому что я иной раз сам, вот, как в турнире, которые... Сейчас, кстати, Дим, тебе от бога будет рейдиспелл. Которые сам веду, я потом все равно с другими игроками по скайпу на ютубе просматриваю. Они мне объясняют вообще, что случилось в этом моменте, что в этом случилось. Лечи, лечи, лечи. А я печаль химер на тебя пытался повесить, а попахнулся. Потому что, Дима, ты сделал игру слишком хардкорной, я не могу в ней играть. Понятно? Спрашивай, почему... Я пойду на форум. Почему в русской игре преобладают английские фразы? Первая кровь, килы и так далее. Обманули? Дальше сообщение. Нет, мы просто не настолько богаты, чтобы нанять 8 актеров, перевести все на 8 языков. И озвучка вообще всего, она дорогого стоит. И сделать это... Представляете, переозвучить все. А вот, кстати, Арик, наверное, не знает, что это ты именно озвучил мультикилы и некоторых из персонажей. В частности, орки озвучил мультикилы. Оркет я, да. И мультикилы, это тоже я, получается. У нас, кстати, беда. Мы отдали точку. Мы точку отдали. У нас причем очень быстро обыгрывают. Кстати, они так неплохо набирают. О, Арик пришел. Я все равно умер на капкане. Да, господи боже. Ну, тут виска просто. Она непотребство творит какие-то. Лютиши, виза. Арик, вы будете стримить панцар при появлении обновлений? Вот такой вот вопрос. Ну, зависит от обновлений. Когда они? Если через пару лет, то... Конечно. Что, забьешь на игру через пару лет, да? В Китай перееду. Что ж, киберспорт. Нет, конечно, будем. Я очень жду обновления с пати на 8. Пати на 8, это было бы круто. Только нам надо, конечно, придумать, как его балансить. Слушайте, ну, нам надо что-то делать. Ну, вообще, они уже на 100 очков от нас ушли. Нам надо просто встать на точку, постоять на ней в любом случае. Ну, в смысле, ну, как бы, ну... Виска меня опять морозит. Ну, что за жизнь? Ну, все, я... Ты рассинхронизировался. Сейчас, подожди. А, не успел я. Мы видели, как ты красиво разбился. Да, я тоже, я тоже. Ты разлетелся на кусочки. А когда у нас в игре разлетаешься на кусочки, тебя нельзя воскрешать. Но воскрешение — это если хиллер нормально играет, а не я. Поэтому в любом случае... Я пойду потяну нам время, постою на точке. А, ты танк! Иди танкуй, действительно. Твоя поклонница, Кирилл, пишет, что VIP-аккаунт не работает. Сделай что-нибудь. Это по ссылочке, которая прошла? И не пришел VIP, что ли? Нет, смотри... Ты расскажи весь механизм. Ребята, механизм следующий. Смотрите, если вы уже, как бы, имеете аккаунт в Панзаре, то там не получится такого, что вы пройдете по ссылке и получите 7 дней VIP. Дело в том, что вы должны по этой ссылке именно создать аккаунт. То есть это для новых игроков. Нет, я думаю, что она новый игрок, потому что она вот писала, что не играла. Возможно, Вич, напиши, ты как вообще? А, во, все. Не пришел, да. Не пришел. Тебе надо по этой ссылке создать новый аккаунт. Да, ты создала, да? Если создала, то напиши Кириллу в support. Да, напиши мне на форуме, на нашем. KillRill. Давай печать. Ага, конечно, 13-ю пушечку, Бим. Как тебе моя печать? Да, ну, после стрима, я думаю, на всякий проверят ребята, все ли там вдруг. Вот она пишет просто, что она по ссылке пришла и создала, да? Да, по ссылке создала аккаунт. Слушай, это очень интересно. Сейчас мы разберемся с этой темой. С этой темой. Ну, ребята, вы очень закамбычили, очень хорошо. Да, ну, к сожалению. К сожалению, да. Мы сыграли крайне плохо, но... А это, кстати, в Панзаре достаточно частая тема, когда ты вроде его тащишь такой, начинаешь расслабляться, типа, ну, все, они там никчемные. Да, да, да. И в том раз тебя наказывают за это. Это вопрос о том, что в Панзаре нет баланса. Вот, ну, ребята, просто вот, все партии на ваших глазах. Так что, и команды настолько равные, что куда ровнее. То есть, вначале мы их, потом они собрались как-то. Ну, на самом деле, действительно, очень-очень сильное имеет значение групповые взаимодействия. Потому что, если их нету, то тяжело тащить. Так, ну что же, в принципе, я получил... Я так понимаю, все? Да, на сегодня, я думаю, надо уже, я, выдохнуть. Слишком много адреналина. Так, сейчас я вечеру отвечу в чатик, что вот напиши мне, пожалуйста, на почту, сейчас. Пишите письма. Нет, а можно же в личку написать. Так, если я нажму. Во, месседж, отлично, все. Ну, собственно, я сейчас отпишусь, и все. Все. Ага, это литер-линк, отлично. Все, нельзя написать почту. Ты скинь мне в скайп, я... Я сейчас напишу, я обману систему. Да зачем обманывать, скинь мне, я... Подожди, я тебе могу модерку выдать просто. Ой, не, не надо, зачем? Ты что, я недостоин. Вот, вот я так написал. Скинь мне в скайп. Да я уже написал через... Точечки собачки русскими словами заменил. Ну, в России же, у нас есть свои слова на все. Да. Фу, ну что же, мы, наверное, сейчас будем с Димой думать относительно того, какую мне объемку брать на одиннадцатом уровне. Я, к сожалению, не вижу твое дерево, в отличие от дерева Арика. Все, разрешили ссылку, можно кинуть. Вот, тебя не будем... Спасибо, ребят, опять... Это иная ссылка. Я текстом написал имейл уже, так что спасибо, ребят. Это уже не нужно. Удачи вам, ребята, пишут нам писал флаг. Спасибо тебе большое. И никнейм у тебя говорящий. Да, собственно, встретимся. Друзья, спасибо, что... Я уже, я просто немного, это дар речи уже. Когда играешь, играешь, болтаешь, болтаешь, по-моему, надо что-то связанное сказать. Такой начинаешь думать. Такой, ооо, как сложно. А после панзара это особенно тяжело. Да, да, согласен. Вот. Но после вот динамичных игр тяжело, ну, как-то мысли в кучку складывать. Спасибо, друзья, что смотрели. Нам было весело. Я надеюсь, вам тоже записи. И первого и второго стрима я буквально сегодня-завтра, скорее завтра, потому что сегодня будет заливаться и успеется обработаться. Я залью на наш канал Игромания вживую, YouTube, где мы выкладываем трансляции, стримы и прочее. Спасибо Диме и Кириллу. Кириллу уже в очередной раз, а Диме в первый раз за их боль и страдания в моей компании. И тебе большое спасибо. Всегда приятно кому-то что-то новое рассказать. Я думал, ты сейчас скажешь, всегда приятно играть лучше, чем другие. В нашем случае это не работает. Мы были рады, но нет. Зато у нас ровненькая пати такая была. Да, пати супер. Нас очень ровно раскатали. Мягко, ровно. Мягко, ровно, приятно. Увидимся на следующей, я думаю, неделе. Друзья, продолжим серию этих замечательных стримов про Панзар, которые прямо на удивление радуют меня с каждым разом все больше и больше. Спасибо за тебя прислал. Да не за что, я правда, я прям... Понимаешь, ты знал, ты знал, чем меня подцепить. Я люблю Team Fortress. Ты прям... Мы все любим Team Fortress. У меня это как, знаешь, как детство, как ностальгия. Командное безумие. Всем спасибо, друзья. Еще раз Дима и Кирилл с вами были. И Артаваст Мрадян, Игромания. Всем до новых встреч. Пока. Пока.